этого все осталось только талисман боли тут наверное всякие акулы всякие всякие животные которые при получении урона что-то делают специализируется на причинении невыносимых страданий говорят что мудрецкой отводящим умер от ужасной болезни блин залипательный все-таки хороший рогальчик приятненький мне нравится ту 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 ждешь 2 1 фс ри там же и сюжетка должна быть это конечно ждем да мы конечно ждем буду мне очень понравилось такси ну что а я назову стрим ним так ребята меточки насилие и сексуализированные темы все поставил название стрима поменял поехали поехали после прохождения 4 печати будет дальше вы трогали как играть и я не знаю что будет после прохождения 4 печати ну хотелось бы хотя бы посмотреть что там в этом финале загрузить фестиваль ей фестивальная арка в аниме в нашем городе празднества длились около 10 дней на главной площади разжигали большой костер продавцы устанавливали свои лотки где торговцы всевозможными лакомствами и безделушками торговали а девушки надевая венки из цветов танцуя проходили по городским улицам под громкие свисты аплодисменты зевак невероятная оживленность наполнявшая город позволяла на время забыть о тлетворном влиянии лорда распространявшимся по его улицам словно яд по жилам быть может именно в этом и была суть фестиваль был поводом отвлечься расслабиться освободиться от железной хватки лорда пусть даже ненадолго мы шагали вдоль центральной улицы города наблюдая за царящим вокруг веселья нас было всего четверо остальные девушки либо отправились на праздник своими собственными компаниями либо решили воспользоваться свободным временем выспаться либо разработчик решил просто уменьшить количество действующих лиц до четырех которых мы знаем прошло уже немало времени с тех пор как я последний раз покидал трущобы и выходил в город нам вовсе не запрещалось появляться здесь но расскаживая по округе в грязных обносках мы лишь вызывали всеобще пренебрежительные взгляды потому большинство бедняков предпочитала избегать этого никто не стремился добровольно соваться в рассадник предрассудков но все это отошло на второй план когда начался фестиваль все были слишком поглощены праздничными гуляниями чтобы порицать нас за внешний вид ура фестиваль на фестиваль на самом что не есть настоящем фестивале смотри морг смотри мы и в самом деле на фестивале успокойся я в первый раз тебя услышу потом есть глаза успокоиться же фестиваль в том-то и суть его праздника чтобы шуметь кричать сходить с ума ты будешь так кричать то привлечешь к нам внимание не волнуйся ты так здесь все кричат мы не будем выделяться все же кажется они там раздают венки из цветов 2 и себе возьмем маркс ну же идем не это неинтересно отпусти перестань меня тянуть развлекать сколько пожелаете но постарайтесь не разделяться похоже они неплохо ладят сирена говорила мне что моргана предпочитала держаться в стороне но по-видимому ей показалось постой сирена так сказала входит и тоже не знала об этом да по правде говоря понятия не имела вот это да такой не каждый день увидишь обычно раньше всех подмечаешь любые разногласия между девушками я просто вроде как перестал за ними следить в конце концов от них не было проблем и спасибо за фолл вот я и не приглядывала за сирен или морганой черт меня действительно стоит быть мне действительно стоит быть повнимательней я должна была заметить что между ними что-то не так не кори себе за это тебе не стоит чувствовать ответственность за все что происходит в борделе лишь потому что ты там старше и что ты волнуешься обо мне оцениваю это как предупреждение которое говоря простым языком дают тем о ком переживают знаешь многие люди чудесным образом изменили бы отношение к тебе скажи ты просто да я волнуюсь вместо всей этой показанной бравады ага стоит мне сказать что мол да я за тебя волнуюсь как ты без колебаний отвечу мне именно то что у тебя на уме что тебе хочется чем-нибудь в меня запустить а меня так легко раскустить легче чем ты думаешь постойка если сирена моргана не разговаривали получается что это не одна не она ее пригласила ведь что это за игра дорога ульки ора это визуальная новелла на данный момент это dlc приквел к визуальной новелле которую мы уже прошли и полное прохождение есть на ютубчике геншин был мы посмотрели стрим разрабов они вводят еще один баннер помимо баннеров реранов и помимо основных баннеров в котором можно будет выбирать перса и надеяться на то что тебе выпадет 50 на 50 этот перс или другие персы которые есть в этом же баннере а там не стандартные а ивентами и стандартные тоже чтобы слишком сильно не жадно было короче офигенная штука вот мне вот сброса 29 выкатили патч и в реверсе спрошу о сюжетке dhsr дотянем из главное пережить next неделю через нее будет стрим а следующая неделя будет очень простой вся следующая неделя будет в ожидании бэкпаков как-то да уже восьмого числа бэкпаки нет это был я правда вот так сюрприз удивительно уже само то что ты пригласил девушку куда бы то ни было но еще удивительно и что морган согласилась ты что ей приглянулся или что-то в этом духе с другой стороны в этом нет ничего удивительного если учесть сколько времени ты проводишь заботись о ней завтра кстати в час дня мастер игорий пахал файф бог месь у космеи ну вообще да она согласилась пойти по совершенно иной причине в следующей неделе будет цикадах а я боюсь мы еще будем минимум и не знаю сегодня может быть ладно воскресенье у нас герои и сабдей я не знаю может быть мы завтра да как-нибудь после после half-life одобьем морга я не знаю сколько ее 4 посмотри сегодня часов до 9 по мск то есть два с половиной часа но мы же не пройдем делать и за два с половиной часа я думаю что нет сколько у него вообще наиграл 4 и 8 уже на холонг тубите было восемь часов но поскольку я все зачитываю я думаю тут и 10 не хватит фу ну и ну того просто невообразимое так вам не удалось раздобыть венки лавина не моргс устроил настоящий скандал прежде чем мы смогли туда протиснуться она сказала что лучше нырнет с головой в выгребную яму чем наденет на себя цветы я вовсе ничего подобного не говорила может быть то выразилось немного иначе но твой протест звучал не менее настойчиво что же во имя всего святого тогда сказала я была против но лишь потому что мы не смогли бы пробиться через такую толпу ой всего то не сказал бы что я удивлен вы обе малютки такая большая толпа снесет вас как бурный поток что ж прошу прощения за то что я такая маленькая я не говорю что это плохо по моему между ним и морганы и гораздо больше враждебности нежели последние испытывает ксирин ха в таком случае мы можем послать за ними джаки хорошая идея девушкам нравится мужчины которые способны взять инициативу свои руки он был привет ах да девушки без ума от парня который весь такой музыку инициативный не думаю что я не заметил эту оговорку но джак оба ты такой красавчик и помню по одному венку каждый боже правый же ладно ваш взяла я принесу вам их вам только прекратите отвратительно очевидный подхалимаш пока меня не стошнило два будет достаточно мне венок не нужен знаешь ли вообще-то это фестиваль тебе стоило бы хоть раз надеть что-нибудь яркое отличающиеся от твоего обычного мрачного наряда нет плохо джахи промаш промах никакой девушке не понравится когда я вот так вот указывают и в самом деле хотя бы вложи это больше чувства скажу что-нибудь духе ты мне всяких сомнений будешь великолепно выглядеть венки цветов который идеально подчеркивает красоту твоих волос да мне нравится такая при приторная банальность что я буквально ощущаю ее слащаю привкус и же тяжело бедному джак оба в этом гареме не забудь в доверше ко всему добавить однако никаким цветам ни за что не сравнится с твоей естественной красотой если ты произнесешь хотя бы слова из этого бреда что они тебе насоветовали клянусь я буду презирать тебя вечно да не в жизнь боже три венка из цветов уже бегу и никуда не уходите чтобы не пришлось взыскать влады увидимся дорогой эти девчонки когда-нибудь устанут подшучивать надо мной однако насчет толпы они были правы не понимаю почему стольких людей и так волнует несколько бесплатных цветов с другой стороны когда у тебя праздничное настроение чаще всего так и хочется вести себя легкомысленно и смотри куда привозь меня и с вами все в порядке они не думаю что я так сильно вас толкнул я в порядке просто из-за погоды я чувствую себя нехорошо что девочной фестивале вам помочь и стоит много спасибо какая странная женщина у меня сложилось такое впечатление что не хотела чтобы кто-то увидел ее лицо выглядело она довольно хорошо она столько сколько мне удалось рассмотреть за ее одеянием возможно дворянка не да вряд ли точно нет времени стоит тут и рассуждать очень жаль я только что дала последний да вы шутите если вы пришли нескольки минутами ранее то тогда успели бы взять проклять если эта женщина меня отвлекла в случае спасибо и простите что потратил ваше время дождите секундочку где винков меня не осталось я могу дать вам один цветок я приберегла его для себя на сегодня мне хочется быть щедрой вы уверены он предназначался вам вам и следует его сохранить просто вы похоже очень рассчитывали получить эти венки о нет едва ли с чего бы вообще кто-то так заботится цветцы заботят какие-то цветы не прикидывайся дурачком они предназначались для ваш возлюбленный не так ли ну вы слишком при уве не нужно смущаться вот берите буду держать за вас кулачки боже неужели это первый выбор кому дать цветок до свидания наслаждайтесь фестивалем благодарю полагаю лучше уж вернуться хоть чем-то нежели позволить им прожужжать меня все уши своими упреками ах вот и он не вижу ни одного венка значит я тоже не получу всех достать я опоздал всего секунду на три их все же разобрали вот ведь досадно что поделать стоит произнести ваше массово бесплатно как народ тут же набежит со всех сторон нет 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 ты должна задеть его чем-то более девичьим ухты она и в самом деле красивые теперь понимаю почему и все их так хотят же упустил свой шанс и кстати об упущении джакоб мы отправили тебя всего с одним простеньким поручением это даже с ним не смог справиться никчевный болван кому здесь стоит учиться ввести себя по девичьи а мне так жаль джакоба большое-пребольшое спасибо тебе за то что ради нас ты самоотверженно ринулся в самую гучу огромные страш толпы за предельного количества бреда извергающегося из твоего рта меня тянет болевать и тем не менее послушайте меня может мне не удалось добыть венки о которых вы так просили однако смог звучит уникальный единственный в своем роде цветок так что не настолько я и бесполезен благодаря тебе цветочница чем я так и не узнал да что-то не слишком впечатляет было бы их 3 возможно я бы даже смогла тобой гордиться так и не сама достань свои чертовы цветы остыньте это правда красивый цветок очень красивый кто знает вдруг он будет смотреться в чьих-то волосах еще лучше чем венок не знаю все равно на день и к не перестанешь жаловаться верно я не жалуюсь мне просто любопытно кому-то его отдашь черт это проблема ах верно тогда я отдам его на первый выбор он мог пойдем же сюда советская разница ну если отыгрывать как бы по новелле то конечно же морганье нужно отдать если же мы конечно хотим потекать то можно нажать он мой и загрузиться какого черта ты творишь что во имя всего святого сейчас произошло как это незримая сила починила себе мою руку это воткнул цветок волосы чудесно выглядишь джеки подружим или же лет 10 но некоторые подробности о парне лучше узнавать сколько бы ты его не знала стойте стойте погодите все не так как может показаться в каком смысле видео воткнул цветок себе волосы и по своей воле это было мной должно быть овладел какой-то злой дух здесь этот нечестивый демон тащит тебя прямо в ад и хватит уже пытаться проклясть мою душу по моему ты выглядишь изумительно и теперь у меня появился новый друг с которыми могу отправиться в лавку портного за платьями мы можем приодеться сделать друг другу модные прически это будет здорово нет во имя всего святого этому не бывает пожалуйста я клянусь послушайте меня о привет него что джакоба и девчонки что гратьен прошу не пялься на меня так открытая насмешка это не настолько обидно их рада вас здесь всех видеть по крайней мере дай понять что узнал меня давайте просто притворимся что ничего не видели как насчет того чтобы отправиться к торговым лоткам органе выбери кого-то другого хотя бы изобрази интерес чудо взял что не интересует цветов поскольку я уже скажу что не хочу венок из одного цветка ты не будешь так выделяю выделяться как свинком на говорит так что не ждут проблемы чуток отчаянно хочешь меня носила цветок прошу прощения кто сказал что я отчаянно этого хочу ты можешь подобрать более подходящее слово для описания своей настойчивости граничей с упрямством цветок в любом случае будет ужасно сочетаться с моим лицом и ты пытаешься сделать из меня посмешище и определенно следует что сделать с этим твоим цинизмом как я уже несколько раз тебе сказал никому не дело до того как ты выглядишь все слишком увлечены я вовсе не цинично бессердечный монстр если считать что я могу вот так просто отринуть переживания будут своей внешности тебе не обязательно вплетать его волосы ты хочешь можешь просто носить его с собой мне бы хотелось чтобы ему нашлось достойное применение в бабочку да да его мари или сирен клянусь спорить с тобой все равно что с кирпичной стеной я просто ладно попробуем еще раз последнее время мы мало разговаривали так что расцениваю это как просто возьми пожалуйста и выгляжи как болван размахиваем тебя перед лицом пристань пытаться сунь мне его в руки вот и слава теперь он твой не вздумай его выбрасывать что с ним не так тех по тесте а вот тесты всех я оставлю вам на или прохождение тебя сомневаюсь что будет перепроходить новеллу после того посмотрел полное прохождение на стриме что поделаешь нужно вообще хоть чем-то помочь парню вроде него теперь ты понимаешь почему проводя столько времени в борделе он все еще остается хвостиком даже совершенно безнадежен все же проходили ну не в стену вас процентов до 15 может быть 10 плюс в чат кто уже проходил выждал вас сирен этого последний сирен слегка предела наверное они следуют за парадом так как насчет чтобы отправиться к торговым лоткам и купить что нити снова блин а чё гратьян с нами не пойдет ухты мясо налопаемся шашлыков до отвала обидно разве это и радужные мечты дорогуши на все мясные лавки уже закрылись а опрытие я знал что найду вас где-нибудь здесь ребята о здравствуй играть я ну что ты имеешь ввид закрытие именно это нехватка припасов закончилась сегодня утром это всего лишь первый день фестиваля кто знает насколько хуже будет дальше и только не мясо вот что угодно только не мясо дай-ка угадаю никого нет мяса потому что ты его съел здоровяка их если бы уже у меня знаешь ли есть имя я всегда использую прозвище для своих друзей без исключений если так я не против действительно нет дела до того что он тебя так называет гратьян не ожидал что они запасутся провизия учитывая повышенный спрос на него во время фестиваля уверена не пытались но чертов лорд забирает все до чего могут дотянуться его грязные лапы тебе казалось что два года назад ублюдок усвоил урок но теперь все стало еще хуже боже всем жителям этого города нужно поднять свои ленивость задницы и заявить лорду что они не намерены больше терпеть это дерьмо сомневаюсь что большинство из них отличает риск смертной казни за открытое высказывание недовольство число приговоренных повешивания в последнее время значительно выросло похоже он рубит на корню любые попытки протеста тебе не кажется что нам пора уже начать джакова начать что сам как думаешь очередное восстание летишь волок я не знаешь кто может подслушивать малыш не нужно стоять прямо рядом с нами чтобы расслуживать что-нибудь во всем этом шумигами как по мне нам гораздо безопаснее разговаривать здесь в открытую нежели устраивать тайные собрания чат спит вот так вас двое привет прист здорово значит слышу что только что те сказал скажем мне становится менее безопасно знаешь как во мне мы чертовски хорошо организованы че зоны же сторонников растет я всегда стараюсь удостовериться что каждый из них знает как управляться с мечом это какая-то новая часть нет все-то довольно старая все также просто это прикол слэш спину вместо того чтобы лишь слегка потеря потрепать его как в прошлый раз я предлагаю собрать все наши силы начать полномасштабную революцию выкинуть этого больного ублюдка своего треклятого трона революция что скажешь мне кажется мы вполне можем это провернуть он прав скорее всего мы и впрямь можем нет сейчас это не самая хорошая идея почему нет черт возьми ты ведь не забираешься бросить нас сейчас не так ли случится если мы одержим победу предположим нам удастся свернуть у орда что дальше вдруг тот кто займет его место окажется таким жалочным любой правитель будет лучше чем нынешний слишком большой риск и даже если его преемник окажется более благоразумным нас все равно казнят за измену ты предлагаешь сидеть сложа руки и просто мириться с произволом если только к нам присоединился кто-нибудь из знаете некто настолько живопиющий высокомерный как лорд определенно обзавелся парой-тройкой врагов среди представителей высшего класса еще глазки закапываю заодно без своего голоса попробовал послушать песню ни одного слова не понял однако окажись на нашей стороне аристократ это увеличило бы наши шансы и ребята может вы наконец забудете об этом почему вам не сыскать дворянина который дерзнул бы противиться лорду говорят что он собственноручно убил прошлого лорда как и всех кто вставал у него на пути включая их семени тех кто с ними связан никто не встанет на сторону кучки плебеев самым разумным решением будет заткнуться и смириться лорд не бессмертный в конце концов он умрет поэтому вам не стоит высовываться чтобы ускорить процесс ты должна быть шутишь подождать пока он сам сдохнет в то время как все из рук вон плохо еды с каждым днем становится все меньше и меньше людей казнят налево и направо лишь за то что лорду не понравились их речи ой что-то напоминает этот город и нескольких лет не протянет к тому моменту все жители трущоб либо умрут либо разбегутся кто куда не думаю что это хорошо скажется на делах ну тем не менее кучки трущобных крыс едва ли удастся провернуть такое вы замечтались но одни лишь пустые мечты в этом деле не помогут не ведите себя как сборище идиотов лады может вы послужи эту девку клянусь они все одинаковые не забираюсь это терпеть все только в собственной шкур собственной шкуре и заботятся ой простите я тоже не намерен больше тебя терпеть твои самоубийственные идеи а ну-ка повтори ты мелкая сучка успокойтесь вы оба можем продолжить этот разговор в память я все считаю что болтать подобных вещах в таком людном месте не самая удачная идея ладно так и быть позволь кое-что тебе сказать нам нужно что-нибудь предпринять как можно скорее черт возьми даже если это чистое самоубийство любом случае я пожалуй пойду не хочу быть пятым колесом на твоем групповом свидании что ты по-твоему это похоже на свидание у тебя проклят если не похоже у тебя в каждой руке по девчонке еще одной может поделиться возможно я тебя недооценивал малыш я здесь лишь как представитель борделя чтобы убедиться что никто из нынешних работник не пострадает ой все это чушь собачий оба-то знаем день нужно стесняться в моем присутствии братишка хочешь переспать с тремя девчонками за раз так держать мужик должен носить свой вклад в постели не меньше чем за ее пределами бы никогда не стал носиться к своим друзьям с таким неуважением если бы я был таким грубияном то вряд ли бы смог помогать с делами в борделе воу-воу-воу ты ведь шутишь верно отнюдь приятель ты шо монахом хочешь стать или как тебя не а я понял тебя нежно нижнюю отрасль и размером не выше образе мужик я должен был это за что черт возьми пусть и по-видимому и кулак живет своей жизнью да что шоу моего возникла идея накормить тебя грязью ах ты неужели милости прошу я сразу все лишу тебе титова чемпиона черта с 2 засранец все мужчины идиоты они еще и кретины и не говори а тут доносится музыка и люди пляжут вокруг большого костра пошли пошли джеки ты здравяк идем хоть же валяться в грязи пошли танцевать ладно сей раз тебе повезло только потому что сиренка просила делание битвы в грязи и потом мне бы не хотелось переломить пополам вечного претендента на мой чемпионский титул ты что не заметил слепой ты болван его в три счета вывернул тебе руку хватит время вышло опустите кулаки можете пересчитать друг другу ребра в пабе если так захотите музыка зазвучала значит пришел пора танцевать идем на главную площадь давайте пошевеливайтесь тоже моркс выйдите без меня морс мы потом ни за что тебя не найдем в такой толпе он пошли потом позвольте немного расслабиться вывеслись в конце концов это же фестиваль да угодно только не туда прошу здесь то полно полно народу в центре площади будет еще хуже так что прошу идите без меня знаешь теперь когда я об этом подумал мы вполне можем поплясать прямо здесь что не нужно идти на площадь да я гений хорошая мысль главное повеселиться и пошуметь а где именно не так уж важно похоже сирен временами твой рот способен выдавать дельные мысли не только в пустую сотрясать воздух что ж благодарю вас был не комплимент вас что нет вы не можете откуда досюда музыку или слышно не мест для танцев стоит отправиться на что тебе нужна музыка да без проблем пойду притащу бочку на ней я смогу отбивать для вас замечательный ритм для танца нужны что больше чем просто ритм без настоящей музыки не обойтись он абсолютно прав поэтому вам следует всем пойти секундочку я мигом найду какой-нибудь инструмент ты шо творишь одолжить мою людню ни за что я не позволю такой грязной крысе прикоснуться к не делом не больно прошу она может забрать но пообещаю что можешь обращаться не очень бережно пусть и как можно нижнее хорошо не бей по ней не дергай за струны ладно милища трубадур любезно одолжи мне свою люднюю лишь порой забываешь такой же главарец как-то горилла кстати да есть такой уху давайте танцевать возьмитесь за руки я не правда не хочет танцевать поэтому если вы избавили меня от этого все в сборе за эти жару парни постойте перестань тянуть меня все кружится я такое чувство что ты ускоряешься лишь разогреваемся девочка быстрее 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 прошу перестаньте кружиться жесть у нее там уже лицо злое вот и я об этом тебе весело маркс я уже не понимаю где нахожусь не хватает практике не мешает иногда работать над своим телом и так весело всегда весело и то есть нужен серенка жить быстрее умоляю знаю что в россии немного скорости уже чересчур так серьезно это же перебор слишком быстро я не знаю как остановиться кости ворога мы сейчас ударимся в стену перестань кружиться во что это не стало просто прекрати стоп как там варвар не крутится крутимся мы и они все выбывают из игры жизни видел что простой танец закончился такой катастрофой ну и что мы с ними делать а сам как думаешь дерьмо что что не так струна порвалась сегодняшний день был просто невероятным называлась до упадна говорилось так что язык заболел шишка на голове заработала шишки в план не входили да я тоже отлично провела время жаль только что мясо мы так и не достали да уж было сюда уж ну так или иначе день вышел замечательно было здорово пойти на праздник со всеми вами что насчет тебя морг тебе было весело да чудесно всего что сегодня произошел даже особенно понравилась потасовка между джеки здравяком уверен ты этим наслаждалась всегда можешь отправиться в папы вдоволь на это насмотреться и жаль только что здравия к уже ушел видимо ему на сегодня не хватило впечатлений так что наверняка направился в об и повидаться с бандой вы у здравия к определенным соответствуем прозвищу корич заходит выносливости я бы сказал что гратьян всем нужно дать фору ах да и было приятно узнать что джеки настолько мил плохо парень не в состоянии позаботиться о девушках вне стен борделя да это могло бы стать проблемой однако хочу спросить здесь девушек тебе приглянулся джеки что ты как сейчас это намеренно поднимать эту тему я разу что ты присматриваешь за нами но и о себе заботиться не забывай постарайся иногда выпускать потом если тебе нравится кто-то из девчонок приударь за ней даже если ты кто-то с кем ты работаешь ну так как есть кто-нибудь или нет расти на меня никакой особо не интересовали подобного рода разговоры а ну ты скучный на что насчет тебя знаешь как это работает девушка поднимая тему лишь тогда как хочешь чтобы ее впоследствии спросили о том же по постойте да я бы никогда так что есть я кто-то на примете поверь мне могу выводить эту информацию как-никак я уже давно в этом деле так что у меня повсюду есть знакомство это простой вопрос да или нет возможно мне кое-кто нравится то видишь а я что говорила ну так кто он кто же этот счастливчик а не скажу ладно если не зовешь его имя хотя бы опиши как он выглядит ему с трудом дается выражать свои эмоции продолжай частенько выглядит сердитым неужели уже временами он бывает очень надменным что еще я думаю хороший парень да неужели чё ты на меня уставилась мария это довольно скудная информация я знаю но если вы уже догадались пожалуйста не говорит ни слова о нет ни этой информации было более чем достаточно эти поняла ты хочешь чтобы все ушло своим чередом без проблем я я знаю что у меня нет шансов поэтому я не буду его преследовать или что-нибудь таком духе единственное что имеет значение это чтобы он был счастлив даже если это значит что не выберет меня я хочу чтобы он сосредоточился на том что важнее всего сирен господи ты такая милая этот старый болван тебе не заслуживает я найду кого-то кто будет хорошо к тебе относиться спасибо так ладно уверен что с моей стороны не будет через чур самонадеянно предположить но я бы никогда не подумал ладно теперь твоя очередь морг скидыве ты сериан что ты не робкого десятка раз осмелилась здесь показаться что нужно старому принчуге он не похож на того с кем я хотел бы иметь дело сериан ты знаешь этого человека да это кажется он был клиентом в том месте где раньше работала ясно представляешь как ты меня прокинула ты мелкая шлюшка а попусти еще чего ты заслужил хорошую взбучку хозяин на самом деле тебя нужно ау тебе стоит получить с хорошим манером забулдыга что за вы не так убери от меня свои руки я бы хотел узнать что не так с тобой не нужно чтобы эта девчонка могла выполнять свою работу ты готов возместить нанесенный ущерб судя по твоему виду ты вряд ли купаешься в деньгах ты мелкий уверен что даже в пьяном угаре ты осознаешь как будет разумнее поступить данной ситуации хорошо ладно я не притронусь к ним и потом убери от меня свои лапы я так влагаю тебе работаешь в трущобах сирен лучшего места для тебя ходячего бедствия как ты не придумаешь я вроде велел тебя отвалить к чертовой матери ну 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 обойдемся без рукоприкладства у нас и без того далеко не самая хорошая репутация в городе один синяк под глазом этого хама большой роли не сыграет спокойно остынь позволь мне все уладить бездный господин похоже что у вас случилось разногласия с одной из наших девушек и за что я прошу принять мои искренние изменения возможно вы бы согласились забыть об этом досадном недоразумении с чего вы это ну скажем вы могли бы немного расслабиться вместе со мной прям здесь прямо сейчас совершенно бесплатно какого мария ты вполне хорошо собой для трущобной крысы ладенько договорились прекрасно тогда пройдите сюда мелко готов покляться что слышал как разбились его яйца мне так жаль я все лишь собиралась сделать вам легкий массаж но похоже у меня рука соскочила ах ты сука чертова знаешь не очень-то ты страшно как корчишься и визжишь стражу позову трущобная эта крыса мне тебя позаботиться что ты им скажешь пожалуйста помогите эта женщина схватил меня за яйца и теперь я не могу ровно стоять да они будут слишком заняты хохоча на тобой чтобы что-либо сделать погоди ты мелкая сука за это поплатишься богом клянусь чтобы я больше не видела здесь твою мерзкую рожу футер нужно найти где вымыть руки вас это вопрос невероятно скорее ужасающим дай мне знать если кто-нибудь еще станет напрашиваться на взбучку я тебя прикрою зиться обретно вам до конца своих дней боже право не хотел бы я ее злить разве мне хотелось бы узнать что такого случилось том месте где я работал раньше если хочешь рассказать я внимательно слушаю но если не хочешь тоже не беда в нашей работе у каждого хватает своего дерьма проблем с деньгами проблемы с людьми да у всех у нас есть проблемы даже если ты в самом деле как-то облажилась теперь все равно что член семьи я не вышвырну тебя за на улицу из-за парочки мелких оплошностей босс может ты можешь рассчитывать не только на меня не так ли я бы определён не стал вмешиваться если бы мне не заботила твоя безопасность джаки спасибо ты тоже был весьма впечатляющим миг скрутил по парню руки теперь я понимаю почему ты номер два в банде так и есть что румянесты краснеешь вовсе нет и ченджер приветствую добрый вечер спасибо за рисовчик привет привет семья это те кто не вышел на тебя на улицу вот какой она должна быть я надеюсь что мой отец не отвергнет меня моргана что так притихло новинку живу нет все казалось не так плохо как ты ожидала верно про было неплохо мы можем повторить это снова когда пожелаешь я с радостью приглашу тебя если если ты сама захочешь ты можешь сама пригласить нас куда-нибудь общаясь с людьми ты очень скоро привыкнешь к их обществу и не будешь так волноваться ты сможешь радоваться еще больше сама мысль об этом меня воодушевляет представляю как ты разговариваешь с людьми улыбаешься смеешься ведешь себя как любая девочка твоего возраста скорее бы этот день настал знаешь ужасно бесчувственный что почему я бесчувственный просто органте действительно следовало бы и пошевеливайтесь вы оба мы возвращаемся прошу прощения и иду что эй моргс дай сегодня спать вместе моргс ведешь себя так будто нынче некий особый случай а там морган говорит будешь спатьками к каждую ночь когда не занята работой только не занята это случается далеко не каждый день так что да это особый случай сегодняшний день его дался очень насыщенным поэтому я бы предпочла да и если прекрасно провела день в последнее время казалось ты отдаляешься поэтому я рад что у меня появилась возможность провести день с тобой я не отдалялась что меня ненавидишь или вроде того нет я ненавижу слава богу никакой причины испытывать к ней ярко выраженную неприязнь почему-то еще странный дискомфорт в ее присутствии каждый раз когда я вижу как она разговаривает с кем-то смеется у меня в груди возникает неприятное ощущение чтобы это могло быть явность не понимаю того что чувство ну или зависть всего два варианта первое тому что она такая простая и спокойная вернее веселая и свободная ну и очевидная яндера она возможно с самого начала придумали что как-нибудь нас предаст как связано с вордом или что-нибудь еще или с тем нападением которое произойдет на бордель через определенное время это же стоит поспать во сне могу обо всем забыть об этом неприятном чувстве в своей груди остающим в горле коми совершенно обо только не сны ужасные ну ясно матушка матушка ты ведь со мной согласилась ты сказал что я была права тогда почему ты берешь деньги у этого человека матушка почему потому что тянет никакой пользы ваше здоровье святая кровь дарует всем нам благодать о чуть не забыл тебе ведь тоже нужно питаться не так ли дочь господа мне сказали что употребление мяса повышает количество крови производимой твоим телом поэтому я приобрел немного особенного экзотического мяса специально для тебя все чего я хочу я и мои гости так это хорошо провести время ты не более чем диковина которой мы можем себя потешить все что важно так это то чтобы ты продолжал убедительно играть роль святой чертова ведьма в обличье святой ты в порядке моргс да я в порядке совсем не похожа ты бледнее чем привидение звучит все плохо подожди я сбегу позову не нужно что не нужно никого звать я же сказал все в порядке прости что разбудила тебя повозвращайся в постель мечник японец тоже одобряет не могу просто так вернуться в постель когда так выглядишь происходит уже не в первый раз моргс я прежде об этом не говорил но иногда ты очень сильно ворочуешься во кричишь и плачь будьте больно теснятся кошмары о том месте где ты была раньше не хочу чтобы тебе было больно моргс можешь мне все рассказать это хоть немного облегчит твою ношу после всего все снова станет хорошо и радостно говорить именно отгони все плохие воспоминания прочь пусть им на смену пройдут те счастливые моменты что у нас хватит говорить без умолку нет перестань вести себя так будто хоть что-то знаешь обо мне не хочу этого говорить и не такая как ты не могу просто так позабыть обо всем беспечно смеяться будто все в порядке должна держать эту мерзость себе нельзя позволить ей вырваться и стань пытаться сделать из меня ту кем я не являюсь никогда не буду могу остановиться не могу сдержать это хватит тянуть меня в свой мир отрывать меня от моей сущности остановись прекрати пытаться сделать из меня нормальную девушку он пожалуйста остановись моргс эй что за шум угомонись я только-только уснула это прости что по постой моргс куда ты вернись про мозга и воздух раннего утра коснулся моей кожи проник мне в горло теплый сырой и неприятный вопреки ожиданиям у не успокоил меня вместо этого вызвали вызваны вызывая в моей груди жар который становится тем сильнее чем дальше я бежал непреодолимое сдавливающее тошнотворное ощущение все усиливалось усиливалось и усиливалось моё сердце и душа которые как я полагала были чисты невинные и благочестивые сейчас напоминали омерзительную болотную трясину грязный воздух трущоб запятнал меня я не такая ты играть чистый текст да это визуальная новая есть такой же здесь есть выборы их не очень много но они здесь есть это не я не имея цели не разбирая дороги а стримглав пронеслась по тускому освещаю освещенному переулку я не позволю своим эмоциям взять надо мной вверх я могу контролировать свою речь не испытываю беспричинного гнева я не должна становиться такой я прекрасно знал что сирен не желала мне зла сирен мария он все они имели самые добрые намерения не была нас только слепа чтобы этого не заметить просто эти добрые намерения до безумия меня раздражали наконец осознав это я поняла что именно ощущала это являлось источником моего негодования каждое проявление доброты ощущалось как нечто насильно навязанное как будто они ходили передо мной на цыпочках после каждого доброго поступка совершенного для меня кем-нибудь я лишь ощущала себя еще более ничтожный жизнь полная радости и восторг оказалась недостижимой мечтой я ненавидела себя за то какие неизменные чувства это у меня вызывало но я принять и принять руку помощи я тоже не могу всего несколько лет назад я ничего подобного не ощущала все эти отвратительные густые мод грустные эмоции божества если уж на то пошло я гордилась тем что мне не было места среди обычных людей почему теперь это причиняло такое мучение почему я испытываю непреодолимое желание закричать изо всех сил вступление убегая все дальше я не заметила как оказалось самом сердце трущоб вылезился рассвет набьющие в ноздри вонь алкоголя все еще витала в воздухе сливаясь со смрадом целого спектра телесных выделений экскрементов оставаться здесь было неразумно однако я не знала какой дорогой идти чтобы вернуться назад приятель гляди-ка тут девка а вот связь граждане монет чтобы пойти в бордель не нужно убираться отсюда собралась ускользнуть интересно великого бежит с такими тонкими ножками и будет сопротивляется так даже интересней очень молю укажи мне путь из этого места стой глянь на ее лицо да плевать даже если уродина шо за хренатенью с лицом какая-то болезнь ух ты в черт мой хер на такое ни за что не встанет пошли отсюда пока не подцепили чего-нибудь я уж был на стресс проваливать чертовой матери вместе своей болячкой к мужчины удалялись мне переполняло отнюдь не чувство облегчения мои колени подкосились и я рухнула на мостовую я дрожала всем телом не из-за страха из-за абсолютного отчаяния и грубые слова пронзили меня словом тысячи кинжалов я не больна я чиста света моей плоти кровь божественная не забыла о том что именно так люди смотрели на меня мои кошмары не позволяли мне забыть об этом каждый раз проходя мимо зеркала я не могла избежать того чтобы ужаснуться вида своего собственного лица и касаясь к своей коже я раз за разом ощущал ее грубости нервы нервы неровность даже при всех этих постоянных напоминаниях за все время проведенные мной в борделе никто ни разу не отнесся ко мне предвзято они вели себя со мной также как и с любым другим на фестивале никто из слова не сказал внезапно меня осенило что единственная причина по которой этого не произошло заключалась том что я была не одна я вновь ощутила собственную омерзительность осознала что более никто не видел во мне святую напротив ужасную ведьму что даже безнадежный бездомный пьяница не хотела иметь со мной ничего общего о я только что придумал как мы проведем с обдей воскресенье вместе с героичками смотрите мы три игры на роли скорее все все таки три игры по два часа сабов сейчас 400 чуть больше обычного короче мы на роли мы на роли а сыграем просто где-нибудь в понедельник то есть мы сыграем две игры из трех и пойдем в геройчиков есть там четыре часа на игры и три часа на героев на два часа перенесем на понедельник так вам просить что отвлекся да у нас будут третий герой лак-тест будем играть короче против зрителей можно будет побегать быстрые каточки по 20 минут мой дух был сломлен меня переполнила ненависть я хотела лишь кричать но но знала если я так поступлю ты будешь ощущать себя еще более жалкой я тебя повсюду ищу морг здесь небезопасно в такой час на улицах все же полным полно всевозможных страшных людей давай вернемся хорошо ну же идем если своими словами причине у тебя боли или обидела прости меня я очень хорошо разбираюсь человеческих чувствах просто прекрати чего и не нужна твоя жалость и терпеть не могу когда ко мне так относятся ты вечно ведешься так будто тебе меня жаль я это ненавижу не выношу нет все не так я не я тебе и тебя я ненавижу я ненавижу тебя ты просто просто грязная шлюха грязная и чистивая шлюха 20 минут это интересно пять минут если не меньше обычно а даже так я думал я думал честно говоря меньше не больше опять же я в игру не играл давно я не знаю как я так долго буду думать или нет ну значит будем много каток сыграем это даже здорово и в один раз смотрел ну я я помню просто что вячик довольно долго выбирал но он и в героев ни разу не играл поэтому однокалиточные ну вот прекрати перестань это говорить да не то что я на самом деле чувствую такая же нечистая как и все хочу причинять все боль думаешь твоя целомудрия не имеет значения ты просто животное самом деле я завидую твоему оптимизму твоей непоколебимой жизнерадостности и не нужна твоя грязная жалость во мне гораздо больше чистоты и святости чем ты могла бы достичь за всю свою жалкую жизнь и ненавижу себя и ненавижу себя больше чем кого бы то ни было ненавижу себя за то что не могу остановиться за то что продолжаю говорить не то что думаю да ты права я нечиста ты совершенно права что у тебя самое чистое сердце на свете я это знаю поэтому тебе не нужно злиться или грустить или еще что-нибудь вроде этого что с тобой не так как ты можешь такое говорить гиперспорт чатики покажет время что такое лак но ведь это правда разозлись а ты что не слышал все эти ужасные вещи которые я только что тебе наговорила разозлись на меня ответь тем же обить меня так же как я обидела тебя ну но я не обиделась я не злюсь и не расстраиваюсь из-за того что ты сказала поэтому у меня нет причины говорить тебе что-то грубое конечно нет сколько жалчая не источала она вся минует ее останется невредимой в то время как я становлюсь отвратительней и отвратительней чертова ведьма в самом деле ты дочерва танки тебя нет никакой пользы ты бесполезна моргс что происходит не могу дышать я не могу дышать в чем дело моргс господи что мне делать если я разотру тебя спину станет лучше это совсем не помогает кто-нибудь ей нужна помощь и вы там что за шум а что сирена моргана белый рыцарь пришел без коня что происходит что вы тут делаете джаки моргс чтобы стало трудно дышать и чтобы я не делал ничего не помогает отойди хорошо задыхается так ладно морган слушай меня мне нужно чтобы ты успокоилась тебе нужно выдохнуть выдыхай не волнуйся скоро все пройдет медленно выдыхай медленно вот так паническая так судя по всему сильно позитивнее получает ментальный урон я стану здесь не волнуйся никто тебя не обидит ты теперь в безопасности с тобой все хорошо слава бог похоже и стал лучше ужасно испугалась на повезло что ты вовремя появился джаки и все же что ты делал здесь такую рань банда регулярно патрулируют окрестности так же случилось что сегодня моя смена я хотел бы задать вам тот же вопрос какого черта вы обидел эти в этом крысином гнезде насчет этого ну знаешь причин много ни одна из них не оправдывает того что две девушки оказались одни в подобном месте в лакомый кусок для всякого рода мерзавцев которые непременно попытаются на вас напасть никто на нас не напал никто не захочет связаться такой как я я сама лично в этом убедилась это что послужило тому причиной там была ночь ну ну да было утро но такое ранее утро моргана я пожалуй вернусь назад джаке прекрасная идея провожу вас обеих нет нет я сама справлюсь солнце уже взошло все страшные люди попрятались прошу прощения ты пойдешь одна назад ну я думаю может потребуется немного времени чтобы успокоиться в борделе для этого слишком много народу поэтому если бы ты смог отвести в кое-нибудь тихо и спокойное было бы просто замечательно я дам марии знать тихо и спокойно например увидимся и постой сирен и она ушла здесь будет достаточно тихо и немноголюдно такое вообще есть одно место м что шмарган если ты предпочитаешь вернуться в бордель дай мне знать хорошо как бы там ни было методом исключения нашел лишь одно место которое могу тебе подойти нужно заметить что при любых иных обстоятельствах это место вряд ли стало моим первоочередным выбором либо его квартира вроде есть своя какая-то хатка либо тот самый те самые могилки у которых она стоит обычно я предлагаю его лишь потому что не вижу более подходящего варианта так что могу отвезти тебя ко мне домой только не подумай чего лишнего клянусь честью мне нет никаких грязных намерений до чтобы меня вообще когда-либо возникал интерес сделать нечто подобное с ребенком вроде тебя так что принимаю внимание скажи ты предпочел отправиться обратно в бордель я хотел выбраться отсюда как можно скорее поэтому если бы ты приняла наконец решение был очень признателен ей нужно чтобы за приняли решение за нее органом я пока не хочу возвращаться в бордель что же хорошо тогда пойдем лучше подняться у меня ноги не слушаются хвати меня за плечи я тебя понесу ну уж поживей сколько гг ему около двадцатки заболела всегда старалась избегать физического контакта делал вид что это мне попросту не нравилось но скорее всего на самом деле я просто боялась как вообще могла подать кому-то эту усеянную шрамами руку чем ребенок тогда он не ребенок моргане 11 а или ты про гг спрашиваешь про моргану ну я думал ты про джакоба моргане 11 сейчас как могла приблизиться к кому-то пока мое лицо с которого близок облезла большая часть кожи представлялся в это ужасное зрелище нужно было снова и снова утвердить себе что каждый шрам являлся свидетельством моей священной жертвы вот от чего ранее я испытывала гордость теперь вызывала лишь отвращение я сет вала на раны покрывающие мою кожу впервые мне искренне хотелось чтобы они все исцелились как на моем месте хотела бы любая другая девушка моего возраста тогда я не чувствовал бы себя ужасной я бы не сомневалась прежде чем подать кому-то руку я не противилась боевым прикосновением лягкое небо солнце встает только посмотри впечатляет солнечный свет проникает даже в этот богом забытый темный уголок земли то есть конечно проникает просто не знаю какой то причине сегодня он все это особенно ярко и моргана могу я спросить как ты здесь оказалось что произошло поссорилась сирен вроде того такой не каждый день увидишь впрочем полагаю к в одном месте одновременно живут несколько человек рано или поздно проблемы возникают все время бывает чересчур прям линейным чтобы она не сказала я верно не хотела тебя обидеть это дело не в ней это я набросилась на нее без повода вот это уже трудно представить ты всегда контролируешь свои эмоции впрочем нет я только что вспомнил об этом но тем не менее какой беззрелой ты не оказалась тебе всего лишь 11 в этом нет ничего необычного этого не нужно стыдиться в воде считать меня нормальной девочкой такой ты являешься чтобы ты не говорила во всяком случае для меня как и все можешь кричать на кого-то если обижена можешь разозлиться если у тебя плохой день можешь плакать и вообще испытывать любые эмоции не нужно держать все это в себе именно так ведут себя простые люди как я только что сказал ты простой человек ты ничем не отличаешься от меня марии сирен или кого-нибудь еще любой другой день я бы оспорил это утверждение называть меня нормальной все равно что отрицать само и естество но сейчас это слово кажется таким приветливым настолько что мне не хотелось бы спорить с ним по этому поводу интересно что такого особенного в сегодняшнем дне м прости что эти не за что извиняться да не из-за того что случилось сегодня я про фестиваль мне просто кажется будто я принуждал тебя хорошо проводить время по правде говоря всякий раз когда ты всем своим видом демонстрировал что тебя отнюдь не весело меня это злило я был золот того что как бы сильно и не старался сводила все мои усилия на нет и это происходит уже давно я часто расстраиваюсь когда ты произносишь мой адрес грубые слова пока я не наношу мазь теперь я понимаю что то что казалось для меня проявлением заботы и внимания не обязательно выглядит так же в твоих глазах поэтому прости за то что я постоянно вел себя так бесцеремонно я не буду заставлять тебя идти на фестиваль в следующем году сегодня сам не свой же прощение в каком смысле ты необычайно открытый я никогда бы не подумал что ты осознаешь это да еще и извинишься за свои действия но определенно не входил мои планы на сегодня по какой-то причине твоя близость так действует на меня не на тебя тоже стоит сме смею заметить есть хоть в чем-то мы согласны все же несмотря на мои слова я не собираюсь отказываться от мази я делаю это потому что хочу потому просто поэтому просто скажи себе что-то из великодушия позволяешь мне поступать по моему тебя это устроит тоже сказал что в любом случае не собираешься останавливаться так зачем еще спрашиваешь делай как пожелаешь именно так и сделала но жаловаться не перестану мне стоит научиться не так остро и на это реагировать я до сегодняшнего дня до что ты хочешь сказать сегодняшнего дня я ни на секунду не забывала о том какой была моя жизнь два года назад я вижу сны кошмары в этом мой сегодняшний инцидент был вызван одним из этих воспоминаний до выбора тут очень редкие игра довольно линейная проклятие теперь понятно я не могу убежать от этих кошмаров они всегда рядом прямо за моей спиной нами я чувствую боль так будто снова нахожусь там иногда она даже сильнее чем было в реальности и боюсь спать когда нибудь смогу избавиться от страха перед лордом сможешь иго больше его не увидишь ты сумеешь побороть эти кошмары это уйдет время но ты справишься ему не удастся мучить тебе вечно и в самом деле могу их побороть конечно снова появится в твоих снах просто закрой глаза сделай все что сможешь чтобы стереть его из своей памяти прогнать прочь все воспоминания о нем будешь делать это часто скорее вскоре начнешь о нем забывать пока в один прекрасный день от него не останется и следа ничего столь же ужасного больше никогда не случится даю тебе слово можешь мне довериться возможно на видосик это привяжка все будет хорошо орду недолго осталось жить на этом свете учитывая какую ненависть со стороны народа он заслужил своим правлением на хорош кадры тоже надо тогда его заранее все закинуть лорда недолго осталось жить на этом свете учитывая какой ненависть со стороны народа он заслужил своим правлением и если до этого дойдет я лично лишу его головы не подвергай свою жизнь опасности а если ты умрешь меня будут ждать новые кошмары да уж знаешь ты тоже сегодня сама не своя это слегка сбило меня с толку в хорошем смысле беру свои слова назад гать в аду спасибо я тут думала состоится ли фестиваль в следующем году фестиваль летнего состояния это ежегодный праздник тоже конечно будет новый фестиваль хотя думаю если положение дела не изменится он год от года будет становится все менее и менее масштабным чего ты спрашиваешь моргана не против пойти на фестиваль в следующем году только не думай что ты должна делать то чего не хочешь я хочу шоу 1 быть будет ли самонадеянно с моей стороны предположить что тебе понравилось не сказал бы что очень не понимаю зачем говорить что пойдешь в следующем году если тебе в этот раз не понравилось что у меня такое чувство что со временем это изменится правда да хорошо тогда я напомню тебе когда придет пора следующем году через год и во все последующие года тоже так и сделай так эй ты все еще планируешь уйти когда станешь старше да планирую что ж выходит ничего не изменилось а толку от меня там никакой я лишь занимаю место но ведь не по этой причине хочешь уйти верно ведь знаешь что это неправда поддерживаешь там чистоту и порядок готовишь для девушек еду и делаешь еще много всего полезного кроме того я бы сказал что ты занимаешь куда меньше места чем прочие дети твоего возраста когда была младше и дело для других гораздо больше сравнение с этим сейчас я просто прохлаждаюсь в пустую трачу время знаешь я уже давно старался избегать этого вопроса но какой была твоя жизнь прежде чем ты оказалась здесь ты не обязана рассказывать если не хочешь я дочь органа почему я не могу заставить себя сказать что я дочь господа что я святая что я не такая как все остальные что моя кровь обладает чудо действенными свойствами все это правда так почему же почему я так боюсь признаться что я не одна из них я дочь церкви помогаю нести людям слово божие я предполагал нечто подобное значит ты выросла в церкви вроде того прошлое в прошлом сейчас ты не обязательно должны заниматься тем же что делала что могла делать тогда как по мне ты и без того вносишь немалую лепту если не хочешь оставаться в борделе это одно дело но не думать что ты делаешь для нас недостаточно расскажи мне что расскажи мне о своем детстве зачем не рассказывает и не обязан да и не говорю что я не хочу просто меня удивляет внезапно проявленный ко мне интерес сегодняшний день полон сюрпризов кажется я уже говорил тебе что немного помню о своем детстве у меня сохранились лишь смутные воспоминания о том как звучал язык и пшеничных полях что простирались так далеко как только видит глаз и нравилось просто сидеть смотреть как колосья колышется на ветру словно волны золотого океана пока мои родители были вместе со мной однако не могу утверждать я лишь помню что это были приятные деньки не помню как называлось место где я родился лишь то что было это где-то далеко отсюда как-то казался в этом городе ты и в самом деле не помнишь я думаю меня продали я нашел способ сбежать и бежал бежал бог знает сколько дней пока наконец не добрался до города в трущобах которого и укрылся память сохранила лишь разрозненные фрагменты воспоминания о том времени видимо впечатления были настолько неприятные что мое сознание их просто подавило не казалось что семья это те люди которые ни за что не выкинуть тебя на улицу ведь так как сказала мария она так сказала да не все семьи одинаково одни выставят тебя за дверь другие нет благо мои родители были не в состоянии меня прокормить но знаешь чтобы называться семьей вовсе не обязательно быть кровными родственниками может родная семья и выкинет тебя на улицу однако это не означает что ты не сможешь найти себе новую что было потом а что твоя история что было дальше хочешь чтобы я продолжил я уже был надеюсь что тебя наскучил будь по-твоему я поселился в трущобах и каждодневная борьба за выживание стала моей основной задачей я был слишком юн чтобы устроиться на нормальную работу поэтому начал воровать безбожник гореть мне в аду наверняка в твоих глазах я совершенно безнадежен да и воровал лгал мошенничал и даже убивал людей что во время восстания рабов я убил нескольких стражников но это было не впервые даже будучи ребенком я уже успел обогреть свои руки в крови грешник вот вы гнусный ничтожный грешник так и есть сгоришь в аду уверен так и случится после моей смерти тогда в юности почему-то убил мари ведь рассказывать я каким был бордель раньше верно настоящий развальный гораздо меньше чем сейчас да рассказывал хотя теперь это далеко не самое безопасное место в округе но в те дни было еще хуже наши банда тогда еще не существовало поэтому само собой никакой народной дружине не было и речи сколько глав в этом приквеле это вот учат надо спросить мы все еще на первом играем шесть с половиной часов никакой народной дружине не было и речи однажды к марии было двенадцать а мне 14 в бордель выломился вор он пытался изнасиловать ее когда я смотрел как мужчина повалил ее на пол взгромоздился на нее сверху моя кровь скипела единственное чем я мог думать так это о том чтобы избавить ее от него поэтому я его и убил забыл первый раз когда я лишил кого-то жизни меня всего трясло даже не знаю как долго я даже представить не могу что такое могло произойти с мари она конечно сильная женщина я не удивлюсь если она проявит большую выдержку чем я но все же на этот момент ей было всего 12 примерно столько сколько сейчас тебе какой бы сильно она ни было ни за что не смогла бы справиться со взрослым мужчинам единственная причина который остался жив заключалась в том что я наполнил его сзади пока он был занят я прекрасно осознаю что убивать неправильно но иногда либо ты их либо и не тебя и смысле пишет что 8 чёт на гава не подожди в оригинале было 12 точно не оригинал смотришь оделся и шкух если ты недостаточно силен чтобы дать отпор этот мир будет топтать тебе для до тех пор пока от тебя не останется и мокрого места да это наверное про оригинал да я тоже так думаю кажется в оригинале около десятки было тут как-то многовато было бы для этой части я не хочу провести жизнь жизнь постоянно прислуживая богатым господам 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 позволяя забирать у меня все вечно оставаясь в проигрыше я устал быть на дне общества я хочу подняться выше человек висидарк не смотри не надо пройдем достаточно высоко чтобы увидеть весь мир понятно и этот тот мир который ты хотел отправиться именно так этот мир который ты хотел мне показать точно понятно хотя не такой мир я хочу увидеть но я не вправе топтать его мечты что ж надеюсь однажды у тебя получится как и я ладно почти на месте и видишь тут дом впереди я живу на втором этаже у нас не самое комфортное жилье на свете но есть место для ночлега и крыша над головой чтобы сойдет что провести здесь время до тех пор пока тебе не станет лучше и не волнуйся я буду спать на полу можешь лечь на кровать так что да живи здесь столько сколько потребуется органа она уснула ух ради всего святого вот тебе и раз ну да ладно как только уложу ее мне и самому следует поспать знаешь у меня такое чувство будто я наконец сократил пропасть между нами могу лишь надеяться что ты считаешь также приятных снов моргана и пусть кошмары покинут тебя навсегда и лорд уже утро или поздень как бы там него нужно вставать спинатский болезнь чего вы точно я же спал на полу и было что-то странно живительное в солнечном свете строящегося сквозь открытое окно и летний ветерок не приносил с собой привычной духоты вообще-то ощущать его дуновение на своих щеках было довольно приятно две длинных косы цвета спелого каштана плавно развивались на ветру была юная девушка который опершился подоконник напевала мелодию пояс лучах света озаряющих ее хрупкое облаченное в длинное одеяние тело если он зачарован не отрывая взгляда взял на эту картину пол на котором она стояла казался почти священным словно едва ступив на него я навечно его оскверню звук ее голоса нахлынув словно волна проникая в мое полусонное сознание касаясь каждой фибры моего естества и неописуемое переплетение чувств наполнило мою грудь ощущение напоминало то что я испытал испытал впервые услышав его пение вот только на сей раз оно было гораздо глубже и проникновений собрал в кулак всю волю чтобы не позволить этому жару отразиться румянцем на моем лице сорваться неосторожным словом с моих уст я лишь недвижно безмолвно взял на эту картину внимал каждому звуку а затем она медленно повернулась ко мне и солнечный свет четко очертил ее силуэт я думал это все еще спишь кажется это сонно доброе утро барга на твое лицо что с ним внешним недоумением и резко подскочил к окну и схватил ее за плеч миг она широко раскрыла глаза но не оттолкнула меня лишь пристально уставилась в ее золотистых глазах я мог разглядеть собственное отражение затем привыкнув к яркому свету я увидел я такой какой она была лицом покрытым хорошо знакомыми мне отметинами чем дело ты забыл что я здесь не мог лишь догадываться насколько глупо выглядел в тот момент неуклюже разинув рот словно собираюсь рассмеяться в итоге лишь издав глубокий вздох прости все еще не до конца проснулся более увиденный мой образ всего лишь иллюзии фантазии порождены моим сознанием скорее всего это было не более чем плод моего воображения мне хотелось чтобы именно так она выглядела как бы когда поправится и теперь я больше чем когда-либо прежде мечтал наконец это увидеть поскольку я стоял довольно близко к ней чтобы посмотреть на меня и пришлось задирать голову сильнее чем обычным потому ее лицо большую часть времени скрываемые под тенью капюшона оказалось подставлены солнечным лучом хотя и кожу и покрывали эти ужасные отметины я стоял достаточно близко чтобы как следует посмотреть рассмотреть правильный овал ее лица четкий разрез глаз идеально ровную линию носа чем дольше смотрел не этим более и более реальной становилось это видение поэтому я вновь вызвал воображение образ ее исцелившегося лица предо мной стояла девушка которую вполне можно было принять за аристократку преисполненной красоты и благородства под стать своему безопречному пению я был уверен что и улыбку переполняло бы тепло хотя она и старалась произне произвести иное впечатление вам что не так чему так на меня уставился знаю знаю я ужасно можешь не говорить так что возвращайся марганом что кажется я люблю тебя прошу прощения и слова совершенно непроизвольно сорвались моих губ я даже не уловил значение сказанных мною слов до тех пор пока не заметил как она в недоумении хмурит брови до этого момента я как последний болван думала почему это марган так на меня смотрят дрожь пробежала меня по спине когда я наконец начал осознавать абсурдность сказанных мною слов насколько я помню он так и не сказал ей не смог подарить я не помню что там было кольцо еще одна брошка или да да он так и не признался там было это сто процентов сказанных мною слов я имел ввиду где мне не удалось подобрать ни единого оправдания все подходящие слова растворились в густом белом тумане что это только что сказал что ты сказал этой маленькой девочки что люблю я влюблен в ребенка вот оно как что ж спасибо ты похоже не удивлена как она может оставаться такой спокойной с трудом держу себя в руках осуждаем конечно нечему удивляться ты говоришь мне лишь то что я уже знаю чтоб повтори уже знала о том что я чувствую я не знал о том что чувствую заботишься обо всех кто живет в борделе и любишь всех девушек борделе так словно они твоя семья это заметно по твоим поступкам хотя я считаю что нет ничего дурного в том что иногда выражать эти словами осуждаем за обиду чтобы иногда выражать словами но как бы там ни было ты предельно ясно описал свои чувства дал мне понять что я одна из них ну давайте будем со слов морганы думать что так она единственное что понятно в этой ситуации так это то что понятия не меньше моих истинных чувствах нет я хотел сказать действительно хочу прямо здесь сейчас скажите что мои чувства к ней нового рода подумай как следует джакопа 11 лет осуждаем тебя джакопа тебе 21 жена муха тебя укусила да именно так это я имел ввиду прям с языка сорвала все видите он пояснил все что хотел сказать что я я бы хотел сказать для меня многое значит быть наравне со всеми остальными моргана я ничего не говорила ты ничего не слышал господи что со мной творится я больше не понимаю что происходит во всем этом нет ни малейшего смысла мне было трудно принять тот факт насколько очаровала меня эта девочка ребенок закрывается руками тяжелого дыша изо всех сил стараясь не обращать внимание на озадаченный взгляд золотистых глаз сон сверлящих меня насквозь а затем я подумал нужно подождать хотя бы до техбор бога и не исполниться 16 18 минуло еще семь месяцев ровно три года исполнилось с момента их первой встречи время продолжило свой неспешный неостановимый ход и вскоре наступила зима небо сделалось поразительно ясным без единого облачка казалось погода была прекрасной ровно до тех пор пока не найти не налетел внезапный порыв ледяного ветра пробирая меня до костей каждый раз делая выдох я наблюдал как изо рта вылетала белесая дымка поднималась моя сверху постепенно рассеиваясь террая закоченевший ладони направился да где как я знал найду сейчас тут это же пересматриваем игру престолов и ян постоянно негодует от того как у людей за стеной нет пара изо рта несмотря на то что там по-любому должна быть минусовая температура она пропускала хоть один день за все три года шел ли дождь падали снег стояла ли изнуряющая жара или трескучий мороз казалось она всегда была здесь когда бы я не пришел тихонько вздохнув я позвал ее ей богу ты так много времени проводишь на кладбище что однажды кто-нибудь может принять тебя за гробокопателя или даже расхитителя могил повернулась мою сторону вид у нее был слегка раздраженный взгляд как обычно пронизывающий я мог расслышать легкий укор в его голосе еще до того как она ответила для кого-то кто не был с ней хорошо знаком ее поведение могу показаться неприветливым не отличающимся от той манеры какую она проявляла когда я впервые привел ее сюда я четко видел разницу она смягчалась пусть и немного сравнение с гробокопателем еще могу понять меня оскорбляется мы предположим том что я похожу на расхитительницу могил есть одна расхитительница могил на которую ты бы очень хотела походить я молюсь за упокоить душ тех кого никто не пришел сопроводить последний путь ну то есть раскрыть расхитительницу гробницы простите вы поняли в общении она теперь не испытывала скованности и и ощущение собственной значимости судя по всему также повысилась я бы даже сказал что временами она бывала дерзкой чаще всего по отношению ко мне но также это означало что отныне мне не нужно было чрезмерно осторожность в вращении с не в общении с ней взаимообмен жалобами и оскорблениями стал нашей персональной формы подтрунивания друг над другом вместо того чтобы сигнализировать нарастающих разногласиях возросшее количество нелестных слов являлось ярким свидетельством того насколько мы сблизились честно я не понимаю почему тебя это так беспокоен заботит за их души больше некому помолиться лучшем случае они могут рассчитывать на одну максимум две за упокоенные службы от священника протягиваясь руку помощи не немощными обездольным и лица покинутых душах наш священный долг вот очередная проповедь чего я не понимаю так это зачем ты вообще молиться о мертвых они всего лишь мешки с костями надеюсь ты спорно насладишься вечностью в аду богохульник вот это уже было неуместно очевидно что я просто шучу и выводишь черный юмор на новый уровень сам себе то что называет подобное высказывание шуткой уже является наглядным подтверждением того насколько далеко она зашла я уже далеко не впервые говорил ей что живые гораздо важнее мертвецов и мы все еще расходились во мнениях этот диалог был в оригинале на кону значит значит это уже близко вечеринка в честь о нет это вечеринка в честь получается что да во всяком случае я был уверен что она не отталкивает меня так же сильно как прежде и пришла пора мази маргана да хватит перестань не отворачивайся от меня я знаю что ты меня слышишь я принес мазь так что позволь мне ее нанести это пустая трата времени ты не знаешь что наверняка твои руки выглядят намного лучше чем раньше вскоре твое лицо начнет заживать мазь ведь не бесплатная ты понапрасну тратишь свои деньги это мои деньги распоряжаться ими как пожелаю так что замолчи и позволь мне делать мое дело и просто невыносим ты это знаешь что-то сказал хочет чтобы я в тюр посильнее ладно возможно могло показаться что за свои усилия желал выучить нечто взамен однако я делаю это не ради благодарности или вознаграждения скорее это был мой способ воздаяния по заслугам она оскорблял меня я заставлял и пройти через эту процедуру мы уже сотни раз повторяли этот ритуал однако манера общения со временем постепенно менялась если раньше я отчаянно пытался опровергнуть ее утверждение относительно пустой траты времени и отсутствующего смысла то со временем я понял что поступая так я только лишь лишний раз вынуждаю ее нервничать поэтому вместо этого я начал над ней подшучивать и несмотря на многочисленные жалобы я был уверен что моя настойчивость гранича с упрямством не настолько отталкивала моргану помню как после фестиваля когда я заявил о своем намерении продолжить попытки исцелить ее лицо она ответила жаловаться я не перестану что ответил тогда мне стоит научиться не так остро на это реагировать все еще очень отчетливо помню тот день и надеюсь она тоже поэтому хоть со стороны могло показаться будто мы ссорились по-настоящему в действительности я наслаждался нашими маленькими словесными потасовками внешне она проявляла все тоже сдержанность и угрюмость но после того как это стало обыденностью выглядело такое ее поведение в некотором роде даже мило кроме того отсутствие необходимости осторожничать подбирая слова при обращении при общении с ней также облегчил мне задачу не на чем смеешься вот это к неначем и вот так не нужно этого твоего убийственного пристального взгляда вам это я пристально смотрю ну как бы там ни было я хотел кое чем тебя поспор спросить ни о чем же нажет рассчитываешь пытаясь вернуть моему лицу прежний вид да ни на что я не рассчитываю просто хочу вылечить ж был решил что собираешь заставить меня работать в борделе ой сколько раз мне нужно повторить и не стану заставлять тебя работать проституткой а чем еще тебе нужно было чтобы мое лицо выглядело лучше то что я хочу увидеть этого недостаточно и чтобы не было недомолвоком я не пытаюсь приударить за тобой понятно такая мысли в голову не приходила здесь ты готов познать еще разочарование если мое лицо когда-нибудь излечится вообще-то лучше тебе и вовсе не надеяться чем выше твои ожидания тем сильнее будет разочарование к выяснится что я настолько же ужасно и без всех этих шрамов даже я не помню как выглядело раньше я не боюсь разочароваться от такой вероятности только веселее те так-то не больше чем у червяка отсутствие такта и тебя как страшненьким девочек девчонкам да я настоящий победитель страшненьким удивитель как те еще никто не задушил пока ты спал я остаюсь твоим другом даже если ты окажешься самой некрасивой девочкой во всем городе ты должна быть благодарна ты просто невыносим подумать только раньше я считала тебя почти нормальным человеком если ты предпочитаешь чтобы я вновь ступил на тонкий лед я могу это сделать мое чутье подсказывает что на самом деле ты не хочешь этого ведь понимаешь что есть разница между тактичной речью откровенной грубостью ох уж там говорил как так вышел что ты еще не прогнал всех своей жизни в обществе других людей я веду себя как нормальный парень пытаясь соответствовать а почему со мной ты ведешь себя как болван просто стараюсь соответствовать то есть ты хочешь сказать что это моя вина каждый может воспользоваться парой-тройкой колкостей это делает их более интересными тебя в особенности хорошо думаю хватит печет где-нибудь нет не особо хорошо чуть не забыл поскорее заканчивай здесь и возвращайся к мари если конечно не хочешь чтобы я тебя туда силой затащил зачем серьезно черта потому что сегодня твой день рождения вот зачем и это как думаешь дурашка она хочет устроить и праздник оторопись ладно я тоже загляну на огонек хорошо хорошо хоть мне не кажется хочется это признавать но она может быть довольно милой когда не желает мне вечных мук в аду само собой я вроде ли когда-нибудь позволю себе пронести эти слова вслух послушаем не казалось ты собирался уходить однажды я покажу тебе мир иногда я гадаю неужто это единственная фраза которую ты знаешь да я услышал тебя и в первую сотню раз я не буду очень-то на это рассчитывать и она еще считает что я веду себя не тактично блин вот после этих всех пяти-шести часов узнавания джакоба реального ну как он мог впервые увидев ее не не освободить ее сразу же есть ладно там то мы уже думали о том что ну нам не так много инфы у нас было типа да ну тогда мы там да он совсем погряз в деньгах будучи новому лордом все там уже уже пытался там этим этому городу сделайте лучше испугался естественно потому что без руки на но типа ну не ну это ну невозможно эти три года эти покажет мир ну ну не может быть не не буду пока глазки в любом случае увидимся я всерьез намеревался исполнить обещание у меня было более чем достаточно причин верить что я смогу хотя вынужден признать что до недавнего времени я не мог сказать об этом с такой уверенностью но отныне это не было лишь пустая фантазия трущобной крысы в наши ряды каждый день вступали все новые и новые люди недовольство лордом достигло пика но тоже можно было сказать о нашем боевом духе я чувствовал близился назначенный час однако основная мотивация к решительным действиям крылась кое в чем другом в том что случилось месяцем ранее впрочем этим фактом мне еще предстояло поделиться это может оказываться ключом к объединению всех нас под единым знаменем сегодня у меня есть другие дела день рождения моргана превыше всего остального планирование революции может подождать возможно мне не терпелось чего узнать терпелось начать мое суждение затуманило предвкушение сама мысль о том что вскоре я смогу стать кем-то действительно важным и это волнение вероятно проявила себя в моем общении с морганой если бы я только понял по-настоящему оценил предел своих возможностей осознал где мне следовало сосредоточить усилия тогда быть может все могло сложиться совершенно иначе однако пройдет еще много слишком много времени прежде чем я осознаю шибный ошибочность своих поступков а вот и ты наконец иди сюда и помоги нам едва я вошел в бордель через задний ход меня окутал аромат жареного мяса еще запах специй трав что еще больше разжигал мой аппетит для простого обывателя кулинарные травы были деликатесом чем-то дорогим и труднодоступным что уж говорить о нас обитателях трущоб все куда серьезнее чем я ожидал как ты вообще раздобыла все необходимые припасы во большей части это на это пошли наши сбережения на черный день подобные события являются единственной возможностью уговорить девчонок расслабиться все настолько заботятся о том чтобы скопить достаточно сбережений что само по себе неплохо и бесконечно переживая по этому поводу они лишь быстрее загонят себя в могилу я ухмыльнулся мария всегда была добра к девушкам очевидно что празднество было организовано для марган суть заключалась в том чтобы им могли наслаждаться все участвующие не только виновник торжества было бы еще лучше если бы сегодня мы могли бы устроить всем девушкам выходное веселиться до упаду ну вы дела идут не настолько хорошо чтобы мы могли себе это позволить контраст эмоций нагоняя да и не хотел бы я разбираться с кучкой возбужденных болванов брежащих по этому поводу поэтому все девчонки которые не смогли взять отгул получат дополнительный кусок мяса в качестве компенсации твоя задача нарезать его удостовериться в том что ты нарезал одинаковые куски не хочу чтобы кто-то возмущался из-за того что ему досталась меньшая порция судьба всего мероприятия твоих руках не обожайся у меня такое предчувствие что меня сделают козлом отпущения вне зависимости от того насколько точно я нарежу мясо касаясь другой темы я удивлен что у тебя есть травы о эти там подарок от одного из постоянных клиентов здравствуй сирен и джаки вижу ты все такая же раздражающая воодушевленная вот так значит ты приветствуешь меня негодник из всего множества наших работниц именно это неугомонная особа душа веселит клиентов не уверена что это был комплимент некоторым девушкам приходится сделать вид будто они пылки и ветреные глупышки чтобы парни возвращались но у тебя это от природы чертовски впечатляет правда ух ты я получил одобрение от босса видимо ты не совсем поняла сирен ты знал что сирен раньше работала в городе ну так вот один день прежних клиентов проследовал за ней как он приехал сюда но он и дал ей эти травы и какую-то завалящую дешевку это первоклассное дерьмо отличный офсерен тихий ты права дешевые травы не дадут такого потрясного аромата он настолько сильный что даже интересно чует ли его люди на улице если у них нет к вида готова поспорить что к нам заглянь пар тройка посетителей явившихся сюда в поисках кисок но позже осознавшие что они испытывают голод совсем иного рода тут должен учить эту женщину выбирать выражение я очень надеюсь что морг с понравится наше главное блюдо знаю раньше не могла даже смотреть на мясо но похоже что последнее время она стала проще к этому относиться со временем люди меняются поэтому вполне возможно и понравится угощение можете не с мясом связан плохая психо некая психологическая травма и она только сейчас смогла побороть или что-то в таком духе и немного помощи спасло не помешал бы мой да да сейчас все сделаю ладненько джаки скоро увидимся и определенно не потребовалось много времени что водички на люсим и говоришь так будто в этом есть что плохое ты же не хочешь чтобы она ушла много времени чтобы раскручивать эмоциональные горки они просто обозначать их это да наверное то сделать все что моих силах чтобы все здесь чувствовали себя как дома нет я ничего такого не имел ввиду такая серьезность было все лишь шуткой был с тобой согласно девушкам вроде нее не место в борделе так и есть некоторое время назад я предложил сирену присмотреть себе другой городе род деятельности заняться пением вместо проституции свои выходные дни она продолжала ходить в папу выступать каждый раз вызывая аншлаг и хотя казалось что она рассматривала мое предложение всерьез тем не менее спустя несколько дней она заявила думаю мне лучше на некоторое время задержаться в борделе вы смотри относитесь ко мне как члену семьи данный момент я хочу быть со своей семьей понимаешь не за то чего она хочет что ж таков ее выбор не вправе навязывать ей то что по моему мнению будет лучше для нее так вопрос да ты уже решил что и подаришь диалог вроде тоже где-то был я уже не представляю себе что на что ты намекаешь черт ас 2 я знаю ты знаешь я знаю что ты знаешь что я знаю и обязательно быть такой проницательный или это настолько очевидно я ни с кем не разговаривал своих чувствах моргания с тех самых пор как осознал что испытываю их даже с морей свою самым близким другом каким-то непостижимым образом удавалось видеть меня насквозь хотя она частенько потру него надо мной из-за разницы возрасте по-настоящему она никогда не насмехалась на во всяком случае не на полном серьезе она старательно избегала данной темы в присутствии сирены из уважения к ее чувствам тем не менее все девушки наверняка и без того уже поняли что к чему поэтому вряд ли сирен было исключением с другой стороны речь ведь что не о серии она значит великого вероятность что он могла и не догадаться после очередного особо интенсивного раунда подразниваний мария сказал конечном итоге все что действительно имеет значение так это твое счастье что не будет жаль сирен это мы с тобой вместе прошли через ад поэтому если мне придется выбирать между ней тобой то это определенно будешь ты и до 5 и кнопка я случайно скипнул и да я знаю с вашего до ужаса можешь не говорить но эй всегда есть шанс что ты получишь от морган и самый жестокий отказ всех времен хорошо подбадриваю черта я бы сказал что такое развить событие гораздо более вероятнее чем противоположное это был ее своеобразный способ поддержать меня ну так что ты для нее приготовил как твоя старшая сестрица я с радостью оценю подарок прежде чем ты вручил ей удостовериться что ты не ударишь лицом в грязь в очередной раз напоминаю что я старше тебя и мы не родственники я купил я жрель и как-то и предложила девушкам нравятся такие вещи верно большинству да вот мне лично больше нравятся ножи и прочие острые вещицы впрочем сомневаюсь что он разделяет мои вкусы временами я задаюсь вопросом девчонка ли ты вообще прошу прощения это когда-нибудь видел хоть одного парня с такой-то грудью я чертовски горячая штучка как бы мне да еще ты любишь большие пушки стволы так сказать и в другой жизни правда ну в этой тоже или ты хочешь мне сказать что эта тема не разжигает дикое пламя в твоих штанах даже искры не промелькнула за все эти годы я настолько к тебе привык что при виде тебя у меня не возникли не возникает подобного желания так вот как она работает про выжить им достаточно много времени человек перестать тебя интересовать ты предпочел чтобы я находил тебя возбуждающий но уж не выру хоть пальцем ко мне притронутся я позабочусь о том чтобы тебя больше никогда ничего не могла стоять я не понимаю большую эту тему я предпочитаю верить что под ничего не могло стоять она подразумевала мои ноги ну ну тебе особенный день верно ты вручей подарок а затем наконец признаешь своих чувств да прошу прощения чуть я должен не будет размазнёй пришла пора собрать яйца в кулак рассказать ей все кажется у тебя больше шансов чем ты думаешь не правда стоит напомнить те сколько ей лет сегодняшнего дня 12 практически совершеннолетняя я в ее возрасте уже вовсю работала шлюхой сравниваешь ее с собой дальше ты тянешь тем сложнее будет это сделать ой не робей праздник будет в дальнем зале а мы будем осуждать и дальше так что никто из посетителей не помешает ладно в любом случае мне стоит заняться украшениями ты справишься парниш неужели что я предпочитаю подождать пока я не вспомню 16 означает что слишком долго тяну как я вообще должен об этом сказать если предположить что я на это решусь даже если твой лицо не излечится и через четыре года я бы хотел чтобы ты стал моей суженой марган боже нет это ужасно надо придумать что-то получше как-то многовато переживаний для веселого и спокойного празднования дня рождения это переживание еще не начались органа пришла когда солнце начало кланится к закату а наши приготовления были практически завершены я мария сирены небольшая группа девушек у которых был выходной собрались в задней комнате тарелки наполненные едой выстроились на столе и наша компания сев в кружок принялась беседовать о том осел прошу принять мои извинения за то что ничем не смогла помочь не нужны извинения это твой день рождения посади свою маленькую задницу рядом с нами и позволь миру хотя бы раз вертеться вокруг тебя если ты настаиваешь вот и умница садись сюда не в чертовом углу моргана рядом со мной есть место здесь намного лучше чем в углу там будет проще дотянуться до любого угощения впрочем если захочешь я мог бы сам подать тебе еду я сяду рядом с марией не думаю что этого не услышал и моргс как тебе напиток голова еще не кружится вразильно нет ну тогда сделай так чтобы закружилась пусть весь мир кружится и вино должно служить лишь для утоления жажды его не следует использовать ради простого досуга высшие силы покарают тебя если все порядке не волнуйся даже господь бог иногда берет выходной чтобы отдохнуть от трудов развлечься как ты смеешь так неуважительно говорить о господи нашу ешь пей ешь пей ешь пей пей ешь постой я в раю мой животик в раю кажется она уснула все девчонка ведет себя так будто мы тут ее день рождения отмечаем что скажешь хочешь чтобы я хорошенько настучал ей по макушке тянут донгаром проходил я один час играл донгаромпу на сабде нет не нужно пусть спит выглядит счастливой мне даже жалко ее будить еще начинал смотреть посмотрели первую серию и читай так плохо снято так старого так просто я прям видел кадры из игры но аниме просто жизнь просто не очень как скажешь сегодня ты у нас за главную так у вас сирен все в порядке так давно казалось будто старалась держаться от нее подальше сейчас мне так уже не кажется все же если вы между вами есть какие-нибудь недомовки просто скажи я сейчас мы с ней хорошо ладим если что-то пойдет не так я тебе скажу ну ладно новелла со стрима ретро игр на блин кстати не сохранилась по моему прохождение это от атома новеллы я не уверен я не помню есть она на ютубе или нет потому что сирену она именно такая какой ты увидишь перестанешь обращать на это внимание с ним больше никогда не будет скучно так и есть тем не менее наши отношения наводились не благодаря мне о тянут девиц как сейчас цикады выглядят это вот со всеми вот этими обновлениями которые ты скинул да потому что они мы это тоже довольно старая у них там нарисовка такая себе и как бы чудом хорошая цину хорошо выглядят цикады современненько неважно мудак думает что раз уж он мне платит то может делать все что ему заблагорассудится я вынужден говорить ему чтобы он отвалил ух я просто поражаюсь этим мужикам мне так жаль ой у меня еще есть отличная история на днях этот тип завалился до пьяный в смерть вас ты ты серьезно чем-то раньше об этом не сказала я бы вышел ну этого засранца за дверь если бы знала по-видимому когда девчонки собираются вместе любая беседа рано или поздно неизбежно сводится к работе не в смысле к мужикам просто в них работа с мужиками связан посвятить свое время в последнюю очередь разумеется хотел бы темы которые моргана не моргане нравится выглядит так словно хочет сбежать отсюда похоже мне придется вмешаться и и девчонки вам не кажется что стоило бы ну сменить тему мы бы то нам есть о чем еще говорить для у именинницы возникает желание забиться в угол это как стоит на нет весь смысл праздника вам так не кажется нет не обращать на меня внимание мне не очень хочется говорить да я хотя бы съешь что нибудь я уже достаточно съела благодарю я наелась как насчет печенья ну почти не сладко и твердая как камень но вполне съедобно джеку пахты мелкий стервец это же настолько сколько нужно быть наглым чтобы оскорблять мое печенье глядя мне прямо в глаза прекрати мария хватит кидаться у меня ха 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 всего святого ты можешь хоть один день вести себя приличнее чем обычно кто бы говорил на ты мог бы хоть раз жизни перестать быть таким напышным хером зови мне хотя бы одну причину оправдывающую такую грубость начала ты ведь ты начал швыряться обвинения но он челось к расписанию маленькие влюбленные пташки драка драк мы вам не влюбленные пташки плевать мне уже все равно хотя в одном ты все-таки прав это день моргана так же давайте сменим тему я сказал мне не о чем разговаривать ну конечно есть тебе просто нужно как следует поискать подходящую тему не обязательно говорить о нас это может быть все что угодно посмотрим вот к примеру у тебя есть на примете парень на которого ты положила глаз да есть а что серьезно черт возьми как же это расскажи мне кто этот счастливчик давайте поговорим о боге да 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 господь не надо меня так смотреть не нужно твое сочувствие если уж мечтать то по крупному верно да я поняла к чему ты клонишь томится по всемогущему всезнающему господу я так поняла ты бессовестная лгунья да трава там может быть зеленее черт возьми на слегка далековато не кажется лучше уж присмотреться к сорнякам здесь на грешной земле так что звала меня сорняком скажем вот тот парень прекрати остановись ни слова больше проболталась уж мы длинный язык я практически выполню всю работу за тебя подери мария нехорошо черта с 2 я позволю из окна себя в угол то этими словами нужно что-то предпринять пока нас снова не проболталась я моргана что она пыталась сказать так что я это мне нужно отойти что не нужно отойти в туалет конечно так а если животный со смех будешь продолжать том же духе здесь нет ничего смешного а у кого черта не швыряйся у меня посудой ты первая начала да к черту все да уж давней их так не смеялась не ну соперник конечно у джакоба слишком силен я что господи ты такой чудила не уж что так трудно просто сказать я там было бы немного проще если ты не приперла меня к стенке самым грубым образом мышь я поверю что ты сделал бы хоть что-нибудь без небольшого пинка под зад я бы справился рано или поздно рано или поздно не годит сейчас самое время и не волнуйся мы с девчонками не станем осуждать тебя за то что ты улегся вам и мы станем осуждать она не поэтому мне нравится к тому же я бы подождал по крайней мере года четыре прежде чем не значит что ты не можешь сказать и сейчас думаю она была бы рада правда она ведь ну сам понимаешь поэтому сознание того что она кому-то не безразлично определенно бы ее приводрила я хочу сказать безусловно нам тоже не безразлична как семья но есть некоторые вещи с которыми сестринская любовь не сравнится возможно сващавая романтика и не по мне но это не означает что я отказалась бы почему эти особенного время от времени да уж когда она вернется подарили ожерелье признать своих чувствах если на те откажут мы вместе просто от души над этим посмеемся я помню эти диалоги марии несколько девушек хихикнули от ощущения ужасной неловкости а так сильно скривил зубы что казалось еще немного и они завяжутся в узел но в то же время я знал что она была права сказать о своих чувствах через четыре года вряд ли будет легче чем сделать это прямо сейчас конечно данном этапе наши отношения переросли бы во что-то серьезно нет я позволь я моргане осознать что она кому-то не безразлична и возможно именно это вполне могло бы облегчить ее ношу смотря то что моргана стала относиться к нам с большей теплотой она все еще осталось довольно отстраненной и хотя она пыталась сделать вид будто это не так с уже всякий раз проходим мимо любой отражающей поверхности она заметно огорчалась но если я смогу убедить ее в том что ее внешность никак не влияет на мои чувства тогда возможно это развеет нависший над ней туч может быть в один прекрасный день я все-таки смогу видеть ее больше мотивации мне и не требовалось я сделаю я и скажу не только ради себя но прежде всего ради нее я могу это сделать и теперь я начинаю чертовски яркий смокосить жакоба это пустяк ты в одиночку проник в особняк лорда ради всего святого за девушки своих чувствах значительно меньше угрожают твоей жизни даже ребенок может это сделать и выглядишь таким напряженным будто вот-вот сорвешься да не сорвусь я черт возьми моргана пожалуйста поспеши я хочу покончить с этим как можно скорее да что за было похоже на крик возможно проблема с клиентом не не похоже на то что не так нутром чую мари я хочу чтобы ты отвела девушек в подвал сейчас же хорошо я велю ему куриться но я пойду с тобой чтобы узнать в чем дело возможно весь шум из-за клиента нет отправишься вместе с остальными я сам проверю шевеливайся еще я иду просто не сиран давай же ну же следом за первым криком раздались еще несколько похожих на громкие возгласы мужчин доносящихся из гостевой комнаты там творилось нечто очень плохое мой меч вооружейный черт возьми стрелой влетев на кухню и схватив нож я умчался вдоль по коридору в сторону источника шума разираясь через несколько слоев импровизированных занавесок нет помогить не подходи я всего лишь посетитель у меня нет ничего что за чертовщина здесь творится помогите это происходит у них и в самом деле больше ничего нет да мое дерьмо дороже чем этот хлам шлюх берите живьем вы меня поняли они наверняка будут стоить куда дороже чем все их барахло вместе взято они ворвались в бордель неподготовленные безоружные ноги и девушки их клиенты никак не могли противостоять учиненные здесь бойне избитые покалеченные убитые добрая дюжина мужчин судя по всему грабителей перевернули бордель вверх дном кровь залила пол забрызгала цветные занавески свисавшие со стен запах крови вопли агонии крики отчаяния и страха гиканье и улюлюканье обезумевшей толпы все это смешалось сплошную жуткую какафонию я уже практически сделал шаг навстречу этому хаосу в последнюю секунду остановился я был в гневе конечно же был я знал тех девушек а это рава варваров убивала их прямо у меня на глазах больше всего я хотел ворваться туда и освободить их всех ну я также прекрасно понимал бросившись на них в одиночку я ничего не добьюсь черт возьми почему сейчас почему здесь почему и как они все смогли попасть сюда если бы нападение готовилось кто-то определенно бы заметил я бы об этом услышал как они умудрились проскользнуть мимо всех наших патрулей вообще возможно чтобы кучка чертовых бандитов смогла организовать такой масштабный налет оставшись при этом незамеченными все это все это скорее всего лорд конечно же купил их нам об этом нигде вроде бы не говорилось но скорее всего утка так то там то у лорд уже умер к тому моменту а вот здесь типа объяснили наверное а то может и сирен тоже кто его знает не знаю может нет все еще не доверяю ей тех кто был бы гостевой комнате уже не спасти нужно найти всех кто еще жив и вытащить их отсюда коль скоро я понял что здесь уже ничего нельзя было сделать моей следующей задачей стало минимизировать количество потенциальных жертв я знал что с логической точки зрения это было верным решением но этого было недостаточно чтобы подавить бушующий во мне гнев затем еще одна мысль поразила меня словно гром среди ясного неба маргана сказала что направляется в туалет а это означает что шла не этим путем ли я изо всех сил на это надеялся но одной надежды было недостаточно чтобы обороть страх который она испытывала я отчаянно искал и испугавшись даже сильнее чем осознавал я прекрасно понимал что сделать маргана эти мерзавцы если наткнуться на нее более-менее здоровы проститутку они скорее всего просто возьмут в плен увидев лицо маргана они решат что-то чем-то больно без колебаний убьют ее маргана хотя с другой стороны бандиты же потом повезли их в повозке куда-то не к лорду наверное а просто на продажу типа торговца не навереваясь продолжать поиски в другом месте я отправился в путь за моей спиной возникла темная тень из-за спешки я что-то не увидел я этого не заметил я помню что его там ранили по-видимому сзади меня что-то врезалась перед глазами внезапно все померкло не на несколько мгновений пестрые занавески вокруг меня сделались черно-белыми с трудом держался в сознании несколько секунд спустя почувствовал боль мой взгляд скользнул вниз к странному предмету чащему из живота это было острее меча кровь стекала по поверхности металла нифига себе сквозную рану они в итоге ему вылечили в эти-то годы и скорчился от боли ощущая даже самое малое движение лезвия что прорезав мою плоть покинул отверстие через которое вошел хотя ну если живот то это вообще рип если типа там кишки все f после такого едва удержался на ногах сумев наконец развернуться я обнаружил что напротив меня осталось дровяк скорее всего мерзко ухмыляясь повалил меня на спину затем с размаху припечатал своим сапогом рану в моем животе и нечеловечески взвыл такую боль я прежде никогда не испытывал было такое чувство будто меня ударила молния все о чем я мог думать так это невыносимой муки вскоре достигнув предел черт возьми я утонул во тьме джакоба джакоба пожалуйста очнись открой глаза не могу допустить чтобы и ты тоже умер умоляю открой глаза джакоба и задняя комната борделя я жив где она не вставай ты что пытаешься себя угробить тебе из без того сильно досталось меня перевязали повязка все еще ярко красная по видимо крови течение не прекратилось мне холодно клянусь богом я была уверена что потеряла тебя мария ты плачешь что так странно кретин прости столько лет прошло с тех пор как я последний раз видел ее слезы кажется тогда и было двенадцать помимо нас здесь было еще две девушки ни следа моргана или сиран не может быть чтобы больше никто не выжил верно я должен увидеть я тебе что еще сказал лежи не дергайся потребуется некоторое время прежде чем ты поправишься достаточно чтобы передвигаться джакоба не обращаю внимание на мольбы море я направился в гостевую комнату опираясь о стену чтобы не упасть супе всего я потерял много крови меня морозило знабило и не пристанно ощущал рвотные позывы тело сделалось тяжелым будто кто-то привязал к моей спине валун и при каждом шаге перед глазами все распрыл расплывалась окружилась я знал что между задней комнатой и гостиной не так уж не такое же большое расстояние все же казалось пройдут столетия прежде чем я доберусь до места и словно бесконечно шел к необъятной зияющей пустоте бездны если собрался силами но войдя в гостиную испытал поистине неописуемое отчаяние те жалкие остатки сил благодаря которым я кое-как добрел сюда вмиг покинули меня я медленно опустился на колени дверь была распахнута настежно сквозь пропитанные кровью занавески колыхались на ветру насыщенный темно цвет резко выделялся на пёстрых разноцветных полотнах девушки сами покрасили их я до сих пор помню как мария впервые рассказала мне об этом и тогда много лет назад ее глаза сияли от гордости нас упоением говорил о том что если сочетать несколько разных цветов вместе помещаем приобретают практически неземной вид но клиенты которых они сегодня привлекли своим очарованием оказались отнюдь не в райских кучах с молочными реками и кисельными берегами вместо этого их отправили прямиком в гиену огненную среди комнаты лежало несколько бездыханных тел с лицами застывшими в агонии и пустыми неподвижными глазами какого черта как это могло случиться шумленный увиденным я выкрикнул этот вопрос в пустоту не ожидая ответа и не пытаясь возложить на кого-либо в вину на произошедшее это был крик отчаяния никчемный бессмысленный бессильный как человек с чьих уст он сорвался каждый из нас испытывал эти чувства безнадежность беззащитность ужас боже правая ведь всего час назад мы веселились на празднике дурачились как идиоты девчушки жаловались на своих клиентов на столе стояли тарелки с угощением приготовленным ко дню ее рождения не ее рождение где моргана не смогла ее найти почему прости я везде искала но ее нигде нет мне так жаль эти рассказать и что не виню и не но не удавалось подобрать слов если уж я в ком-то и был по-настоящему разочарован то только в самом себе как я мог не суметь защитить ее почему не смог ее отыскать почему был настолько беспомощен для нее этот день должен был стать самым лучшим я хотел чтобы 12 день рождения моргана стал особым событием что чем-то по-настоящему запоминающимся тел показатель что впереди ее ждет светлое будущее и потерпел неудачу худшую из всех какие только можно представить то что должно было стать праздником жизни в итоге обернулась кровавой бой не горами трупов пленением большинства выживших девушек и разрушением борделя моргана для которой предназначалась это торжество скорее всего тоже была мертва она была мертва моргана была мертва прежде чем я успел сказать хоть что-нибудь девушки которую я любил не стала и все из-за того что я был слаб из-за того что не проявил должной осторожности из-за того что оказалось совершенно абсолютно беспомощен и теперь она исчезла навсегда прежде чем я смог заставить ее хоть раз улыбнуться я собирался показать ей мир каким же глупцом я был да я ровным счетом ничего для нее не сделал грубой физической силы было недостаточно чтобы достичь того чего я желал какой так смысле и чуть случайно скипнул какой прок от того чтобы быть вторым в нашем маленькой городской дружине если я не могу противостоять кучки бандитов у меня не было настоящей власти я был никчемен беспомощен слаб моя единственная задача была поддерживать здесь покой и безопасности было до боли очевидно что я совершенно не годился для этого мы первоначально опасения подтвердились лишь четверо из нас пережили нападение мария сказала что хоть ему удалось добраться до подвала однако вскоре их обнаружили большинство девушек взяли в плен в том числе сирен если бы только она ушла покинула бордель начала петь в пабе когда она смогла бы избежать этой участи тогда ее бы не похитили уже третий раз из-за того что она воспринимала нас как семью хотел остаться с нами и забрали как тогда сексе марию не забрали я смогу все это предотвратить будь у меня власть не физическая сила или умение орудовать клинком настоящую ощутимая власть политическое влияние значимость если бы я не был простолюдином никто бы не осмелился противостоять мне и жалкий вор даже не подумали бы о том чтобы посягнуть на мою собственность я мог бы нанять стражу далее охраны бордели единственная причина по которой лорд это преступный тиран был все еще жив заключалось в том что он обладал настоящей властью достаточное для того чтобы обеспечить собственную безопасность цепь только у меня была подобная власть девушки все еще были вы здесь целые и невредимые я бы об этом позаботился марине пришлось бы плакать сирен по-прежнему осталось бы частью нашей семьи и она моргана была бы еще жива она была бы рядом со мной но лишь могло бы не дать чему-либо подобного случиться вновь вскоре в бордель влетел гратиен увидев в царящую здесь кровавую баню он вызвал взвыл от горя которое стремительно переросло в ярость я глядел отсутствующим взглядом почти не обращая внимание на его гнев зашел ко мне что-то прокричав но и не мог понять что именно же мария сказал что все время пока гратиен был там я пребывал ступоре видимо он пытался меня подбодрить однако вскоре понял тщетность всех своих попыток и оставил меня в покое ну да да монстр да и подрелось три дня чтобы встать на ноги среди руин борделя нигде не было найдено тело моргана значит оставался шанс пускай и крохотный что она могла быть все еще жива я крепко вцепился в эту хрупкую надежду принявшись отчаянно разыскивать ее повсюду возможно она поняла что дело было неладно и спряталась но кого бы я не спрашивал никто не видел девушку соответствующую ее описанию просто испарилась словно дым существовало два вероятных вариант либо его похитили как остальных девушек и продали в рабство либо убили избавились от тела скай второй исход был гораздо более вероятен глубоко внутри я все-таки надеялся отыскать хоть малейший след мари убеждал меня отпустить двигаться дальше но я слишком хорошо и я знал что понимать она говорила так не из-за недостатка сострадания восстановила как негативно все произошедшее сказалось на мне примерно неделю спустя пока мои раны все еще заживали я прогуливался по трущобам в одном из узких приулков располагалась невзрачного вида хижина я постучал в дверь спустя несколько мгновений то со скрипом приоткрылась всего на каких-нибудь полдюйма в настолько чтобы позволить единственной обитательницы этой вачуги окинуть меня подозрительным взором стоило женщине узнать меня взгляд потеплел и меня жестом пригласили войти почему-то это показалось мне приглашением совершенно другой мир за дверью места женщина явно знатного происхождения всем своим поведением демонстрирующая не свойственно и трущобным обитателям уточенности изящества однако мрачность ее было как раз под стать этому месту я слышала нападение на бордель и о том что ты был ранен так рады видеть тебя в добром здравии без заботе о моей безопасность женщина опустила капюшон показывая свое лицо хотя прожитые годы оставили свой след она все еще сохранил неотразимую красоту такую не встретишь здесь среди отбросов общества не были темно-каштановые волосы смуглая кожа черты лица чем-то напоминали мои позже я вспомнил что уже видел ее прежде случилось достаточно недавно вовсе немного лет назад как пыталась убедить меня она мы случайно встретились на фестивале солнцестояния та женщина с которой я столкнулся это была она разумеется покажи мне мать которая не беспокоится о безопасности своего ребенка ах с ней женщину звали джиневра утверждала что была служанка предыдущего лорда было довольно странно для кого-то вроде нее жить в убогой хижине среди трущоб но ее история была еще более необычной по ее словам она состояла в интимных отношениях с лордом от него она зачала и родила внебрачного сына с месяц назад она пришла ко мне и заявила что этим ребенком был я это говорит женщина которая впервые увидел месяц назад для материнской любви не расстояние не года не важны если бы ты отправился к ворду раскрыл правду о своем происхождении сразу после нашей первой встречи ты не то не подверг бы себе подобной опасности джиневра говорила так будто точно знал о чем я думал последнюю неделю именно это мои эти мои мысли давлели над всеми прочими когда я смотрел на руины борделя если бы только я поступил так как она сказала заявила своем благородстве тогда у меня было бы достаточно власти чтобы предотвратить нападение чтобы защитить людей которых я любил если то что сказала джиневра правда тогда владения семьи барнье раньше были больше чем у самого короля сети земли и прочие семейные ценности были разделены между сыновьями всего несколько поколений назад барнея состояли в кровном родстве с королевской семьей именно по этой причине они владели такими обширными землями это означало что хотя с каждым следующим поколением это проявлялось все в меньшей степени но в живых барнея по-прежнему текла королевская кровь и ребенок рожденный от прошлого лорда имел полное право занять свое законное место среди знать однако будем реалистами если предположить что я бы поддался на ее обман это ничего бы не изменило ты хуже меня могло бы уже не быть на этом свете я не питал иллюзии эта знатная дама использовала меня чё не поздно отправляйся в мини лорда покажи ему ведь на самом деле не твой сын да их же невра замолчала пристально глядя на меня я ничего не помнил о своей матери конечно было бы замечательно если бы в один прекрасный день она появилась но это вряд ли могло произойти эй фу грим ног спасибо за фон вся ее история была чистой воды вымыслом может однажды солнце решит зайти на западе но даже тогда в моих венах не будет ни капли благородной крови я прекрасно понимал насколько грязно макро беседа пройдет более гладко если мы будем знать чего хотим от этой встречи ничего расскажи кто ты на самом деле ты действительно была служанка лорда да было накивнула затем подошла к полке покрытый слоем пыли взяв с нее кольцо которое смотрелась совершенно чужеродным в этом месте был массивный золотой перстень с искусственно выгравленной эмблемой трущобах да и в самом городе не сыскать ювелира способную изготовить столь изысканное украшение привет не ожидал что заметишь я да не очень прям часто на фол обращаю внимание но сейчас их не не сильно много как бы на на визуал очки взгляни это фамильный герб бар не я предыдущий лорд вручил мне этот перстень в качестве подарка из тех самых пор я уберегла даже после того как о наших отношениях стало известно и меня изгнали я не продала его потому что знала что носила дитя если ты покажешь им это кольцо у них не будет иного выбора кроме как признать тебе законным наследником почему-то ждала все эти годы прежде чем найти меня боялась что если покажу им свое новорожденное дитя они убьют тебя пока ты еще младенец почему мы были разлучены превратности судьбы и однажды в мой дом ворвались бандиты и похитили тебя предположительно их наняли барне потому что не хотели чтобы кто-то признал о твоем существовании что все еще жив поистине чудо могу лишь догадываться насколько суровым было выражение моего лица пока я слушал джиннио конечно же часть меня хотела поверить ее словам поверить что я был кем-то важным поверить фантазию о том что во мне и в самом деле течет благородная кровь ухватиться за нее обеими руками ни за что не отпускать если бы недели ранее не столкнулся лицом к лицу своей полной беспомощностью возможно я бы и проглотил эту наживку использовал ее как ступень в своей заветной мечте показать моргане мир судя по всему ты хорошо подготовилась насколько мне известно другой семьи у меня нет что делает меня отличным кандидатом для того чтобы с моей помощью провернуть твою авантюру предполагаю что ваш с лордом настоящий внебрачный ребенок либо умер либо его и вовсе не существовал скорее всего заявление о том что работал в имени барния правда как и то что у тебя была интрижка с лордом тебя изгнали и теперь ты притебаешь нищете хочешь вернуться к прежней более комфортной жизни а заодно и отомстить нынешнему лорду возможно даже ты хочешь чтобы пострадала вся знать причем детали твоих мотивов не имеют значения будучи женщиной ты не в состоянии самостоятельно этого добиться потому то тебе и пришла в голову идея использовать вложенного сына если бы твой ребенок был еще жив он был бы примерно моего возраста не так ли мы достаточно похожи внешне для того чтобы убедительно сыграть наше ростово но самая главная причина по которой ты выбрала именно меня заключает том что я уже успел себя проявить потому что я был одним из тех людей что три года назад организовали восстание идеальный кандидат на роль лидера революции как драматично человек освободивший рабов от тирании лорда на самом деле все это время в участие его семьи люди моментально на это купятся и насколько я ошибся а ты проницательна для грязного простолюдина вам же я сделал мудрый выбор я был прав а была коварной двуличной обманщицей и оскорблениями нисколько не волновали в этих словах было гораздо больше смысла чем безумных утверждениях о том будто бы вам не есть королевская кровь словно я какой-то герой следуя примеру я криво ухмыльнулся я был грязным простолюдином мне это вполне устраивало это означало лишь что мне нужно было вскарабкаться наверх я в деле после этого мы живем дженевре обсадили деталь нашего плана затем она дала мне перстень смеешь что кто-либо мог себе представить что однажды окажется в грязных лапах трущобной крыса закончив разговоре отправился прямиком в поп где любили собираться остальные члены банды день добра джако по те точно позволено покидать постель мне уже лучше благодарю это это слышите я очень сочувствую того что случилось борделя банды здесь да в дальнем углу зала спасибо что с тобой все хорошо ну и ну вы только посмотрите кого нелегкая принесла мы раз говорили о том что наверно твою жалкую задницу в норму ведь больше не ноешь верно послушай малыш я понимаю правда это еще то еще дерьмо но ты же мужик вместо того чтобы распускать нюнити оследовал агротен да почему пора начать революцию ты собираешься и дальше опялиться на меня или наконец скажешь что-нибудь ты же сам вечно повторял мол революция то революция это я кажется это называется проглотить язык от удивления ты серьезно насчет этого джако по я похож на того кто станет шутить о подобных вещах нет точно не про тебя ты ведь определен не из таких верно ну как вам недавным-давно пора черт возьми я знал что в один прекрасный день ты решишься знал что ты не будешь хмуриться вечно только мы снесем бушки этим мудакам все наладится вот видишь благодаря этому и бандитов меньше станет будешь поэтому нам больше не придется сталкиваться с тем вы чат это нам сражаться получается сталкиваться с тем что случилось в борделе больше никогда ты меня слышишь верно что задумал джакоба не ты ли говорил что без поддержки со стороны знать и нам не обойтись разберемся с этим после того как проломим лорда череп да мне кажется что это лучше мне не кажется это лучший план да что на всех нашло вы же сами вы затвердили что хотите устроить революцию а теперь как мы всерьез заговорили об этом вы обладелались от страха вовсе не трусы просто на нашей стороне есть дворянин серьезно слушай если я уже все наготове что же ты сразу не сказал ну так кто этот парень что за дворяшка согласился протянуть нам руку помощи внебрачный сын прошлого лорда его плоти кровь серьезно это означает что он может предъявить не след наследные права ну и ну как тебе удалось поймать самую крупную рыбину во всем городе если ты говоришь правду это просто потрясающе у нас не только есть поддержка но даже сам чертов закон на нашей стороне так насколько будет трудно организовать встречу с этим парнем не какой-нибудь жалкое восстание если мы собираемся провернуть все это я бы хотел во очи увидеть нашего почти что венциносного покровителя ты смотришь прямо на него повтори-ка я сын бывшего лорда хорош взливать быть того не может серьезно малыш тебе нужно поработать своим чувством юмора нужно совсем не смешно а я не шучу этот перстень тому доказательство ох красивая вещица все такое как доказать то что ты барния где ты как но подлинное да какое-то время был рабом в имении лорда достаточно смотрелся на семейный герб чтобы узнать его как я и сказал я не тот кто станет шутить о подобных вещах что как ты значит ты в самом деле твою ж мать поверить не могу один из нас настоящий дворянин ты всегда слегка отличался от нас джоков был более чопорный уверен что я сказал то же самое как впервые встретил тебя что ты похож на богатенького аристократа ребята это же здорово мы сильно можно сделать действительно можно все провернуть сделаем начнем революцию да братья на я в порядке просто удивлен вот и вот и все кто мог подумать ты дворянин это безумие как давно ты об этом знаешь и почему не сказал мне я умы друзья сам узнал буквально на днях прости что скрыл это от тебя все случилось так внезапно ждал подходящего момента чтобы сказать не нужно извиняться парниша только что вернул ветер в наши паруса только не думай что я начну лизать тебе сзад потому что теперь важная шишка конечно же нет если ничего я хочу это чтобы ты целом не пьет ну что ж парни двори не на нашей стране так давайте же назначим дату и сдвинем наконец этот волну что раньше казалось несбыточной мечтой вопреки всему скоро должно было стать реальностью все хотели лишь лорда решить лорда его власти они были злые раздосадованы и насколько несколько раз всерьез задумывались о том чтобы организовать еще одно восстание с целью сдвинуть дело с мертвой точки однако никто так и не смог решиться на активные действия поскольку понимали что восстание обречено быть жестоко подавленным еще прежде чем она успеет хоть на что-нибудь повлиять они отдавали себе отчет что этот путь безнадежен настоящая революция это же совсем иная история особенно когда ее возглавляет тот кто готов занять место лорда у них появился шанс и отсутствовала хоть одна причина не воспользоваться им пока во глазах разгоралось пламя мой огонь постепенно угасал оставляя после себя лишь серый пепел казалось и сидел в театре наблюдая за разворачивающейся передо мной пьесой фурина ты лето нет это не совсем точно описывает мои чувства я смотрел на это будто даже не своими собственными глазами лишь безмолвно слушал как кто-то рассказывал мне о своих героических поступках тот факт что я являлся неотъемлемой частью всего этого еще не успел окончательно оформиться в моем сознании я знал лишь что больше не был настолько бессильным но пока пламя гнева и надежды на будущее огорело сердца агротиены и всех остальных мрачно отправляющая отвращение богу и судьбе заполоняла зияющую в моей груди рану нанесенную во время атаки на бордель приготовления шли гладко благодаря информации наставлением джуни и не вене как я предполагал число дворян недовольных правлением варье было немалым и они постоянно искали способ положить конец вот велитворному влиянию однако высшим обществе у лорда повсюду были глаза и уши но прекрасно осведомлен о том кто с кем имеет дело и как часто малейшие признаки несогласия пресекались на корню прежде чем успевали перерасти в серьезную угрозу поэтому дворянам нужен был кто-то извне тот за кем лорд не следил тот кто смог бы вмешаться и отвердить свою власть джу невра устроила так чтобы несколько охранников и слуг из имени лорда предали его в назначенный день начала революции они откроют нам дверь изнутри мы ворвемся в имение структурно план напоминал восстание рабов стоит лишь разницей что моя роль в нем была иной и на этот раз смерть лорда стала нашей первостепенной целью чё долго еще до полной революции а то я был уже наверное отдыхать пошел я уж думал может уже досмотрим больше обитателей трущоб говорила о нем и хотя мы как могли старались убедить людей помалкивать дабы не привлекать внимание лорда было практически невозможно заставить их сдержать свое волнение да я думаю что потом посмотрю то наверняка разговоры с лордом потом пойдут и вот это вот все все ребят спасибо всем что смотрели сегодняшний стримчик напоминаю завтра в час дня мастер игре по half-life black mesa и с этим с интеграцией с короче с интерактивом должно быть еще весело поэтому приходите обязательно у космеи завтра будет проходить если вы еще вдруг подписаны к смею у нее будет стримчик вот они прям подготовили и прям подготовили интеграцию так что должно быть кайфово ну и ко мне приходить у меня тоже стрим будет конечно же вот все во всем до завтра всем хорошего вечера отдыхайте пятницу вечер хороших вам выходных спасибо за фоллоу не забывайте нажимать кнопочку идти также фолловить youtube и так далее также у нас в воскресенье офигенный стрим по героичкам третьему лак тест будем со зрителями поигрывать и конечно же сабдэй вот так что в это дело тоже приходить у холишар кстати я тебе сейчас это напишешь и по поводу проца один последний вопросик задать я думаю уже можно это определиться и выбрать до конца вот в целом я думаю эту материнку наверное и правда можно подешевле взять чем это не нужны такие гига дорогие конечно за блин 600 вообще жесть а мэджести нет ну а как как в смысле нормальный ген я 9 часов стремлю уже сегодня мэджести не получилось из-за того что болатры долго играли болатра ну там был забег на 16 секстиллионов или какая там эта цифра дам тысяча шестнадцать миллиардов что-то там такое было в болатра так что да сюда сюда